приветствую вас в третьей части прохождения господина бранте юность 16 лет щелчок по воде в экипаж медленно покачиваясь отъезжает от дома ты высовываешься из окна машешь на прощание родным натан бежит за каретой вместе с братишкой томаса у обоих на глазах слезы покидать дом нелегко об этерне столице империи ты много читал слышал от отца и стефана этот город какой на самом деле больше анизотти в несколько раз древнее богаче и красивее но какая жизнь ждет тебя там чему ты будешь учиться и куда тебя приведут твои поступки вы минуете старые стены анизотти где-то там осталось ваше томасом крепости старых досок теперь она принадлежит вашим младшим братьям вы выросли может крепость развалится без должного ухода а может младшие достойно продолжат ваше дело кто знает ты опускаешь взгляд на свои руки костяшки сбиты от уличных проделок пальцы в еле чернила грудь и греет крест который матушка дала тебе в дорогу семья рассчитывает на тебя каждый из родных видит твой путь по-своему но они остаются позади в анизотти теперь то какой дорогой ты пойдешь зависит только от тебя ты готовилась к этой поездке самого детства впереди годы юности в столице которые определят всю твою судьбу и место в обществе ты отправляешься на учебу в столицу империи так но тут так то что может произойти в этой главе путь безудельного это остаться в низком сословия интересно что тут рука хватающая канат если он остается как он может хватать вдруг там какие-то поступки будут которые то есть друг дворянином можно будет стать только если чмом станешь ну грубо говоря до священника это то что я вообще в последнюю очередь бы выбирал точно бы не стал выбирать я планирую как бы дворянином но блин надеюсь там будет не слишком высокая цена и истинная смерть еще одна у меня есть одна в запасе но блин я чувствую что там дальше будет какая-нибудь жесть типа там какие-нибудь я не знаю там насильники блин от которых надо будет спасти если не спасешь то там тебя тарабанит или там кого-нибудь поэтому крайне буду избегать вообще всеми силами этой ну по плану конечно не знаю может быть уже здесь сейчас будут какие-нибудь насильники так и также события еще спасение айлис певичкой блин наверняка ее можно будет спасти блин только если блин сам сгоришь общество безудельных болеем столько жопа то есть только надо безудельный на свободе это где сестра что ли выступает или какие-то еще заговорчики с томасом дружба защита новой веры но это можно этим поступить защита старой веры победа на турнире а это интересно доблесть больше о подожди и подожди не допустить смерти айлис вот это спасение раз выдать тайное общество так безудельные манипуляция больше 13 нужно чтобы это вот чтобы свободе оставить блин я не успею наверное так а это вот у за дружба но у меня уже с томасом такие вроде отношения хорошие защита новой веры на фиг защита старый она там в принципе у меня на все хватит победа на турнире тоже все и значит мне нужно если я правильно понимаю на 13 вкачать манипуляцию но вряд ли я конечно успею сделать у меня восьмерка час манипуляции не они не не смогу наверное не смогу тайные планы мне на 13 но они блин там не нужны но может быть может быть за 34 год 16 лет путешествие за не зотти ветер но длится месяц нифига себе вы с томасом целыми днями болтаете рассматриваете проплывающие мимо пейзажи пустоши и степи вашей родной магры сменяются величественными горами провинции и лирия тракт пролегает через торговые поселки фабрики промыслы в одной из ночевок на поставилом дворе вы украдкой от слуги кучера выпиваете бутылку крепкого вина взрослая жизнь пьяни скоро уже скоро прибудем как только поступлю военную академию быстрее всех заслужу шпагу вот увидишь больше никто не посмеет меня принижать как обычного простолюдина томас ты же раз за разом повторяешь про себя школьные уроки долгий путь подходит концу и вот после каменистых пустырей магры гор и лирии и заливных лугов аркни вы въезжаете столицу это город раскинулся у морского залива вместе слияния рек реглаты и талларины в трех берегах соединенных между собой величественными каменными мостами главные улицы вымощены гладким камнем стены домов покрывает золоченая лепнина в небо высится огромные колонны ваша карета проезжает мимо парка с мраморными фонтанами и подстриженными прочудливым образом кустами мимо проезжают роскошные экипажи с гербами аркнийских родов улицы переполнены палатками торговцев зазывающих посмотреть на диковинные товары над крышами домов возвышаются шпили старинных травм карета останавливается на большой площади с огромным рапа мраморным фонтаном кучер сообщает что вы на месте казармы военной академии куда собирается поступать томас находится через две улицы гостиницы в которой заказана комната в соседнем переулке мы чувствуем в разные розы вы с томасом выходите из экипажу из экипажа наскоро прощайтесь и обещаете друг другу встретиться после вступительных экзаменов вдруг исчезает в оживленных улицах столицы ты остаешься один в огромном городе мимо проходит несколько дворян в причудливых облегающих нарядах расшитых камнями золотыми нитями они не удостаивают тебя даже взглядом стойка грязных детей гонят собаку по переулку по площади под звуки торжественного марша к казармам движется часть имперского легиона паломники в невзрачных холомидах стягиваются к великому храму близнецов откуда-то несутся звуки музыки журчат фонтаны сквозь запах свежего хлеба слабо различаются вонь помойных стоков быстро заселившись в гостиницу ты сразу же отправляешься на прогулку на столицу опускается вечер повсюду зажигаются огни из питейных заведений доносится веселая плясовая музыка улицы заполняют крытые экипажи дворян и прогуливающиеся пары тихие голоса и смех доносится из полумрака городских парков ты наедине с этим большим и незнакомым городом ты оглядываешься по сторонам и ищешь как провести свой первый вечер столице у фонтана собралась компания благородных молодых людей они о чем-то оживленно говорят и шутят один из них то и дело бросает взгляд на башенные часы юноши немногим старше тебя их одежда посшита из дорогого сукна двое из них при шпагах молодые дворяне ждут начала какого-то события знакомство с ними может пригодиться чтобы завести первые связи с влиятельными дворянами столицы тебя отвлекает шум музыки с большого заведения за углом прислуга открыла ставни чтобы впустить помещение вечернюю прохладу внутри готовится какое-то собрание люди разного звания приветствуют друг друга и занимают места в зале слуга у входа окликает себя он говорит что выступление господина герта аркрайта о правах простого сословия скоро начнется стоит поспешить если хочешь не хочешь опоздать к началу ты переводишь взгляд на великий храм близнецов взвосошающиеся в конце улицы прямо над ним в темнеющем небе сверкает полоса сияющего столпа ворота храма открыты и к ним стягивается огромное число прихожан слишком много для обычной вечерней службы о чем проповедуют священники в столице знают ли они о новой вере и словах патриарха фомы что думают о его учении твои размышления прерывает смех молодой компании идущий прямо по мостовой юноши в кафтанах с эмблемой имперского университета в сопровождении нескольких миловидных девушек одна из девушек кокетливо улыбается тебе приглашая присоединиться компания сворачивает на одну из узких улочек пропадает из вида но ты все еще слышали звонки голоса посетит ли вечер разгулу и веселью шумной компании это твой первый вечер ветерн и он должен запомниться надолго так что я там должен был вкачать манипуляции а тут интересно что несколько качает манипуляции ну храм я и точно нет догонять студентов запас сил нет вот либо с молодыми дворянами это дипломатии манипуляция либо на выступление аркрайта ну тут блин блин наверное на выступление аркрайта нахрен этих мажоров пока что ты заходишь в заведение прибираешься к свободному месту на скамье подсаживаешься к прилично одетым молодым людям вскоре зал заполняется до отказа перед слушателями появляется богато одетый пожилой мужчина с цепким взглядом и морщинистым лбом мое имя герк герд арклайт я промышленник из и лирии начну с небольшого рассказа о себе я как и все вы родился в простом сословии отец мой трудился в шахте надорвался и погиб истинной смертью от болезней моя мать же твердила что в том был его удел простолюдина терпеть работать и страдать а сейчас я сам владею пятью фабриками по обработке горной руды и с каждым днем я все больше задумываюсь правильно ли что простой сын шахтера и богатый промышленник следует одному и тому же уделу скажите справедливо ли что владелец фабрики имеет не больше прав чем крестьянин положено ли страдать тому кто владеет несколькими лавками кому приходится управлять ими подобно дворянину тому кто может себе позволить одежду дома еду ничуть не хуже чем дворяне кто в своем бизнесе кто в своем образе жизни и положению гораздо ближе к дворянам чем крестьянам ремесленникам и слугам в зале разгорается споры большая часть собравшихся согласно зажиточным мещанам не годится жить по уделу простолюдинов несогласные выкрики о священной сути удела простого сословия быстро газнут не находя поддержки впервые на твоей памяти люди люди открыто бросают вызов своему уделу страсти накаляются по всему залу раздаются выступления против существующего порядка положение промышленников торговцев и прочих богатых людей не должно отличаться от дворянского мещане тоже должны иметь права и свой голос во власти к порядку господа к порядку не время бунтовать те кому не терпится взяться за оружие могут сами сразу прошествовать на виселицу мы же собрались здесь чтобы мирно найти решение вопиющей несправедливости и предложить ее его большому императорскому совету собрание заканчивается глубокой ночью большинство после долгих споров соглашается на том что наилучшим решением будет введение в империи нового сословия которое должно наделить частью дворянских прав и свободу ну нужно наделить одно слово к сожалению нас еще слишком мало чтобы убедить большой совет даже взглянуть на наше предложение но мы не остановимся пока не докажем дворянам и самому императору что то мы больше не черн ты возвращаешься в гостиницу ашурашеном как много в столице людей открыто несогласных с уделами как они разительно отличаются от сонных жителей а не зотти засыпает и вспоминаешь глорию как она была счастлива оказаться на таком собрании как она была бы счастлива так мне еще нужно блин мне дофига еще нужно там 13 манипуляции надо или 12 ну короче чудо фига вряд ли успею вкачать ты прибыл ветер на древнюю столицу блаженной аркнийской империи после трех дней приведенных за книгами ты выходишь прогуляться у улицы эттерны как всегда бурлят жизнью ты выходишь к площади неподалеку от гостиницы мимо тебя шествует процессе священников глаза бросается что один из них несет штандарт с гербом новой веры раскрытой книгой под таким знаменем в твоих глазах выступал патриарх фома перед смертью вокруг священников тут же собирается толпа множество взглядов обращены настоящую на постаменте икону на ней седовласый мужчина с яркими зелеными глазами ты узнаешь покойного патриарха фому рядом с иконой встает коренастый мужчина с густой бородой на его плечах белая с золотом накидка на которой выткан герб столичных земель это лука патриарх аркний он обводит собравшуюся толпу суровым взглядом я обращаюсь ко всем живущим под сенью сияющего столпа сегодня год нас покинул наставник новой веры фома патриарх провинции магма патриарх фома стал первым кто увидел в книгах из атеса лишь слова человека но не самих близнецов он стал первым кто повелел людям не следовать уделам бездумно а искать путь богам в себе искать ответ в житиях близнецов и своем сердце не в словах священников благодаря патриарху фоме мы прозрели благодаря его смерти мы поняли что его учение не ересь это правда что была скрыта за ложью учение из атеса и вот благая весть усилиями патриарха юния диаманта наш учитель будет причислен к лику святых сам юний диамант патриарх провинции астиния аркн из древнего рода тоже принял новую веру это кстати значительный бонус что аркнинец принял и это дает нам надежду что скоро вся империя увидит истинность нашего учения мы свободы мы свободны от удельных оков мы равны перед близнецами с каждым днем все больше тех кто прислушивается к истинным словам однажды настанет день когда нас услышит вся империя вознесем же молитву братья стоящие вокруг тебя складывают руки в молитвенном жесте благодаря близнецов но не за удел как обычно за право самим выбирать путь проповедь вдохновляет твои губы сами собой шепчут восхваляющую богов молитву сердце будто бьется в такт словам патриарха луки на память тебе приходит увиденное год назад убийство патриарха фомы значит теперь его учение разделяет и другие патриархи новости о юне и диаманте поражают если аркн представитель великого рода вторит словам фомы и готов признать равенство всех перед близнецами значит новое учере и учение укореняется ну кстати их учение получается даже круто чем вот те заговорщики которым я приходил там уже заговорщики они борются лишь за новое сословие то есть за прослойку до новую а вот эти вот они за всех то есть что все будут равны если я правильно понял но тут вызвать на возвышении появляются люди в черных балахонах серебром на боку инквизиторы они расталкивают собравшихся образуют вокруг патриарха луки кольцо вперед выходит обритый наголо священник высоких у дощавой с острыми чертами лица при виде него собравшиеся мгновенно затихают инквизитор начинает говорить его громовой голос доносится до каждого отец ульях именем близнецов я полномочный инквизитор отец ульях приказываю вам разойтись эти речи полны лжи патриарх лука отравляет ваши сердца и умы инквизиция не может допустить распространение этой ереси лишь воля близнецов может определять истинный путь человека немедленно идите по домам большинство собравшихся сразу покидать площадь мало кто хочет связываться с инквизиции но часть людей остается слышатся гневные выкрики мы хотим слушать луку это патриарх аркни и он не закончил речь прочь с проповеди проклятые староверы мы не будем слушать вас вы только связывайте нас опостылевшими уделами инквизиторы наставьте на удел тех кто будет способен услышать ваши слова остальных оставьте защитником веры инквизиторы в черных рясах спускаются к оставшимся на площади людям одними лишь словами они пресекают недовольные выкрики и заставляют собравшихся слушать себя недовольство быстро угасает и вот уже толпа разделена на островки собравшиеся вокруг каждого из инквизиторов один из них подходит и к тебе инквизитор скромного вида пожилой человек с грубо остриженными волосами смотрит тебе прямо в глаза его живой проникновенный голос по нему ли заставлять тебя прислушаться мое имя отец иеремии и иеремия я знаю твой ум смущен словами патриарха и ты не знаешь кому доверять но я преподаватель духовной семинарии всю жизнь изучаю учения близнецов ты можешь довериться мне я вижу в твоих глазах их свет свет истинной веры ты способен внимать моим словам позволь наставить тебя сын мой инквизиторы и мире менее бля сломаешь и еремия и еремия и еремия и еремия и еремия и еремия сломаешь язык ждет твоего ответа с надеждой без злоба ведь его удел помочь спасти тебя от ошибок наставить ему известна истинна ведь он священник или все же ошибается сам инквизитор конечно ошибается получить наставление нафиг спорить красноречие противостоять дипломатия пытаешься убедить инквизиторов правоте новой веры давай спорить ты начинаешь спор с инквизитором опираясь на все что знаешь о новой вере удела это ошибка и затеса они неверны они давно устрелили вся жизнь в империи им противоречит послушай сын мой в наше непростое время именно твоему сословию чаще всего приходится сталкиваться с сомнениями удел предписывает вам страдать но не все готовы на страдания многие идут на хитрость чтобы не испытывать их и потом навеки попадает под ножью сияющего столпа пойми суть твоего удела в смирении и страдания неизбежны суть твоего удела в смирении и страдания неизбежны как и сомнения они могут укрепить твою душу и и не уничтожить ее помни ты всегда можешь прийти в храм с вопросом ни один священник не отвернется тебя в момент слабости для этого мы существуем чтобы укреплять веру в сердцах людей чтобы нести слова близнецов тем кто сошел с пути чтобы блин их убеждать в том что они рабы и чтобы рабов держать в узде и и зная что инквизиция не бросает в яму каждого кого только подозревает в ереся наша задача защита душ наставление и спасение мы идем по следу опасных учений стараемся вернуть на путь каждого кого встречаем но конечно они каждого блин не бросают потому что работать то кому-то надо чтобы обеспечивать правящий класс они стараются рабов сохранять все-таки аресты и казни последние средства когда грешника уже нельзя спасти видишь я лишь говорю с тобой не применяю силу не приказываю не против все этому лучше задумайся были ли верны слова патриарха ты отвечаешь что проповедь луги убедительнее слов отца и еремии все слепо следуют ошибки одного человека и затеса который решил что вправе определять жизнь всех грядущих поколений но человек может иметь свою волю может выбирать судьбу и сам отвечать за нее в ответ отец еремия тяжело вздыхает жаль что тебя так легко сбить с пути ты еще молод и тебе нужно дойти до истины самому если ты действительно веришь что способен понимать волю богов пытайся стать священником духовная семина семинария примет тебя если готов доказать что заслуживаешь этого дела я преподаю там и всегда рад талантливым ученикам даже если вначале они пребывают заблуждениях а сейчас вступай прочь если не хочешь столкнуться защитниками веры это точно ничему тебя не научит отец еремия отходит от тебя между инквизиторами и оставшимися сторонниками патриарха продолжаются споры но отряд вооруженных защитников веры держится в стороне сам лука и его свита давно исчезли исчезли из вида ты отправляешься в гостиницу думая словах отца еремии о духовной семинарии себя отправили в столицу чтобы ты заслужил дворянство но для тебя открытый путь священника какой бы веры ты не придерживался новый или старый если ты откроешь свое предназначение в том чтобы служить богам то воли других людей не остановят тебя после проповеди патриарха луки многие простолюдины не простолюдины и дворяне мантии обращаются в новую веру в нескольких храмах этерны с благословения луки ведутся службы на новый лад сторонники старой веры в ярости от этого во главе новой веры стоят два влиятельных церковных иерарха первый сам лука патриарх аркнии духовный наставник столичной провинции он устраивает проповеди по всем землям аркнии с каждой его проповедью паства нововеров увеличивается интересно почему его просто не сожгли инквизиторы но видимо типа ему его крышует тот как его там этот супер аристократ забыл как они называются аркнийц там или как вторая фигура во главе новой веры патриарх юний диамант фактически и обожаемый жителями правитель провинции астине заново основавший орден святых воителей аркн из великого рода аркны вот эти да юний диамант редко выступает с проповедями но люди верят что астинийский патриарх заботится о благе каждого кто перешел в новую веру раскол в церкви усиливается это подогревает рознь между дворянами простолюдинами хотя до столкновений пока не доходит но поступь нового учения начавшегося со смерти патриарха фомы уже не остановить новая вера растет и крепнет порядок уменьшился город не спит следующие несколько недель ты посвящаешь только упорной подготовки к экзамену в университет вампирский университет утомление накапливается с каждым днем так что одним вечером ты просто засыпаешь за книгой очнувшись и решив что пора проветрить голову ты наконец выходишь из комнаты на улицу это наизумительно ты неспешно прогуливаешься по роскошным улицам город все так же прекрасен вечернее время полоса сияющего столпа разрезает темное ночное небо слуги зажигают фонари на фасадах домов на столицу опускается ночь возвращаться книгам не хочется решаешь отыскать молодых людей с которыми успел свести знакомство как и ты это дети дворян мантии которых отправили поступать в университет чтобы они заслужили дворянство на имперской службе ты обнаруживаешь своих новых друзей за поздним ужином в заведении по соседству они бурно обсуждают планы на вечер все-таки он и так с кем-то сошелся витя одни с восторгом говорят о дуэльном клубе в котором можно увидеть битву самых отчаянных бреттеров во всей империи бреттер это кто типа у них местные фехтовальщики крутые дуэлисты ты ни разу не видел как сражаются два настоящих бреттера должно быть это куда более захватывающе чем тренировки отца или так кроватная стычка с простолюдинами в руинах а не зотти а при случае там можно и завести полезные знакомства с родовым дворянством столицы другие юноши вдохновенно зазывают всех в некий тайный салон сегодня там ожидается гостя которая по их словам прольет свет на истинное состояние дела в империи на расспросы о том что это совместный кто загадочные гости ответу юноше один нам запрещено говорить об этом вне стен клуба но если ты не боишься узнать опасную правду не готовы провести тебя туда бойцовский клуб третий же пьющий очередной блокал бокал вина на голодный желудок заявляет что драки на шпагах и разговоры о политике чушь идти сегодня нужно в маркианское общество там собираются люди простого сословия но с особыми взглядами на мир и взгляды эти между прочим предполагают наслаждение для каждого кем бы он не родился угощение хорошую выпивку и любые утехи плотя ересь и преступления может и так но часть твоих друзей полна решимость отправиться к этим странным маркианом компания разделяется чтобы направиться в три совершенно разных места одно подкупает возможность увидеть лучших вехтовальщиков столицы второе интригует своей таинственностью и опасностью третье обещает знакомство с людьми дерзко отрицающими свой удел ты колеблешься ну во первых доблесть можно еще прокачать о тайные планы а у меня не так прокачаны либо теология в общество нафиг общество тогда теология мне очень интересно конечно но лишь либо тайные планы либо в дуэльный клуб давайте в дуэльный клуб вы шествуете вниз по улице дуэльный клуб находится в особняке со скромным фасадом но богатым внутренним убранством один из твоих новых друзей кивает слугом и вас спускает внутрь здесь душно с шумной и стоит чат от табака посреди огромной гостиной круглая арена с деревянными бортиками на ней уже схватились двое молодых дворян слуга подносит тебе вино ты усаживаешься в кресле вместе со всеми следишь за схваткой сам ты еще не заслужил право держать шпагу но это не мешает тебе наблюдать за боями бой идет до первого ранения но противники сражаются так что зрители то и дело вскрикивают от напряжения иногда один из дуэлянтов не успевает увернуться и на пропитанной потом рубашке остается ярко-красная полоса после этого бой заканчивается шпаги мелькают так быстро что порой похоже на вспышки молний ты тщательно запоминаешь все приемы и уловки бойцов когда ты заслужишь себе право на шпагу эти знания пригодятся надеюсь то есть это не только доблесть дает не только вот эту стату но и какие-то события вдруг откуда из-за твоей спины появляется молодой высокий аркан он перепрыгивает через ограждение арены и стает между двумя бойцами дуэль моментально прекращается судя по гербу с грифоном перед вами аркан из великого рода о грифов или ор грифов аркан громогласно обращается ко всем собравшимся предлагая дуэль если вы все здесь считает себя дворянами ухумыляет сон почему бы не выйти на честный поединок против аркнийского господина я выйду никто не отвечает не выходит вперед потен дуэль с арканом тем более из великого рода самоубийство лучшем случае погибнешь полуборим малой смертью в худшем поплатишься уже истинной смертью за пролитую голубую кровь все это все это поминает напоминают и молчат а блин сока аркан усмехается говорит что люди трусы и им никогда не встать истинными дворянами если они не готовы рискнуть даже малой смертью им никогда не познать чести традиции арканов война удел истинный дворян а дворяне Люди лишь жалкие подражатели, животные, родящиеся в одежде благородных страданий На арену спрыгивает высоченный мужчина с белым от гнева лицом Он встает во весь свой огромный рост напротив Аркна Его рябое лицо покрыто шрамами По залу проносится восторженный шепот Это Март Ферасти, хозяин клуба, вышел на поединок, чтобы отстоять честь человеческого дворянства Всю жизнь он стремился сразиться с Аркном, и вот настал его час Бойцы салютуют друг к другу, и Ферасти бросается в атаку Выпад, укол, удар, еще укол Молодой Аркн парирует удар за другим, как будто заранее знает каждое движение своего противника Ну естественно, у него были бесконечные деньги на обучение, и делать ему нехера было, он только фехтование и задрачивал Глаза Ферасти нервно подергиваются Начередной выпад хозяина клуба, Аркн уводит шпагу в сторону и резким движением вырывает оружие из рук Март Ферасти растерянно смотрит на Аркна, склоняет голову, признавая его победу Молодой Оргрев самодовольно улыбается и кончиком шпаги поднимает рука в поверженного врага На его запястье три браслета малой смерти Оргрев смотрит на Ферасти сделанным сочувствием Похоже, что последняя жизнь жалкого выскочки из людишек-мещан То есть у него реально последняя жизнь и он сражался Ферасти содрогается и просит Оргрева, как дворянин дворянина, оказать услугу и сохранить ему жизнь Лицо Аркна становится суровым и жестким, шпага пронзает грудь Ферасти Огрев провозглашает так, чтобы услышали все собравшиеся в этом зале Единственный дворянин в этом помещении это он Все, кто пришел сегодня в этот дом, должны забыть о дуэльном клубе Уйти и никогда более сюда не возвращаться Он его убил или нет? Дворяне кривят лица, недовольно разбирают одежду, робко возмущаются и выходят Никто не смеет возразить Аркну Все благородное собрание оказывается на улице На пути в гостиницу ты поражаешься тому, насколько Аркны превосходят людей по своему положению Им не важно кто ты, простолюдин или дворянин из высокого рода Для них ты всегда лишь человек Власти Аркнов нечего противопоставить Они хозяева этого мира и люди всегда будут лишь их бледной тенью Хотя поход в дуэльный клуб и оказался омрачен Ты многому научился, следя за боями лучших мастеров улицы Засыпая ты стараешься думать о выпадах и блоках в увиденных тобой поединках А не об убийстве хозяина дуэльного клуба у всех на глазах Все-таки его убили 35-й год, 17 лет Для подготовки к экзамену ты отправился в главную библиотеку Этерны, что рядом с университетом На улицах стополтворение, немного поколебавшись ты все же поддаешься любопытству Подходишь ближе к месту, где вскоре должен учиться Твоих ушей достигают крики Там скоро сам великий канцлер произнесет здесь речь о новом общеимперском своде законов Такое нельзя пропустить, ты ввинчиваешься в толпу, находишь удобное место, где все будет видно и слышно На ступенях перед университетом стоит небольшая трибуна, рядом с ней двое гвардейцев аркнов при шпагах Ты впервые видишь, чтобы аркны несли караул Из дверей университета выходит величавый аркн в сопровождении почетной стражи Вот и он, Корнелий Темпест, великий канцлер империи, младший брат императора Вельможа оглядывает собравшихся, на площади благоговейная тишина Одиннадцать столетий назад аркны начали влавствовать над миром Провинции, а за провинцией присоединялись к блаженной аркнийской империи Из последней из них, магрые, величие государства стало абсолютным Когда близнецы почтили наш мир своим приходом, они отдали земной престол в правление роду Темпестов Нам, благороднейшим из живущих, было поручено воплотить на земле великий замысел богов Близнецы явили нам свою волю, они даровали свою любовь, и они установили над нами свой закон Посему наш святой долг перед богами укрепить и распространить земные законы Ведь на них сжиждится порядок и согласие С этого дня я, великий канцлер Корнелий Темпест, устанавливаю единый свод законов Ему будут подчиняться все жители империи, люди и аркны От простолюдина до самого высокого из дворян Свод законов не посягает на исконные права дворянства и духовенства Но свою толику прав получат и простолюдины Бесправие простого народа ведет к розни между сословиями А это губительно для всей империи Единые законы, действующие во всех провинциях, разрешат эти споры Да здравствует империя! Великий канцлер скидывает обе руки вверх Толпа взрывается восторженным ревом Слава канцлеру Корнелию Слава защитнику народа Корнелий Темпест с достоинством удаляется Вся столица бурно обсуждает новый свод законов Простолюдины от нищих бродяг до зажиточных торговцев ликуют Хоть и сохраняется неравенство сословий Наконец суды по всей империи будут обязаны признать Что у простолюдина все же есть права на имущество и собственную жизнь Но переломит ли свод законов древней традиции А спорит ли безраздельную власть дворян над другими сословиями Покажет только время Борьба за власть усилилась Раннее утро в твою дверь стучат Ты отрываешься от книг, за которыми сидишь с рассвета Что это? Письмо из дома или снизу пришли слуги? Ты открываешь дверь и застываешь в оцепенении Софья Здравствуй, Бранте Перед тобой твоя бывшая соседка по двору Как же Софья изменилась и повзрослела за такое короткое время Но эти голубые глаза Как же Софья повзрослела и изменилась за такое короткое время Но эти голубые глаза ты узнаешь где и когда угодно Это та, которую я спасал все время? Подожди, или кто? Жестом ты приглашаешь ее пройти внутрь Софья входит, быстро оглядывает комнату и садится в кресло Ты же садишься напротив, изучая взглядом старую знакомую Разглядеть в ней скромную девочку соседского двора теперь сложно Взгляд Софьи стал холодным и жестким Она коротко обрезала волосы Но что она здесь делает? Позволь объяснить Я уже давно ветерна из тех самых пор, как сбежала из-за низоти Да, это она Которую я спас Только что узнала, что ты тоже приехал в столицу учиться Вот я и отыскала тебя Ты спрашиваешь, как Софья узнала о твоем приезде и где ты живешь Но она лишь загадочно улыбается Об этом позже Мне важно узнать, как ты изменился, пока мы не виделись Я за это время стала другой Совсем другой Я твой взгляд вспоминаю вашу последнюю встречу, когда Софья бежала от своего аркнийского господина Софья усмехается Хочешь знать, что со мной было дальше? Я путешествовала через всю империю, одна, без гроша в кармане Пока не добралась сюда, в столицу, поближе к важным людям и событиям Только здесь, в сердце империи, можно что-то изменить Здесь я нашла друзей, нашла тех, кого могу назвать настоящей семьей Я тоже училась, хоть и по-своему И у меня есть мое дело Я борюсь против несправедливости, против уделов Против всех тех, для кого наши жизни просто грязь на мостовой Я не боюсь тебя об этом сказать, ведь я пришла к тебе именно ради дела Мне нужна помощь, я знаю тебя и верю, что ты неравнодушен Тем более, что дело касается имперского университета, в который ты приехал поступать В университете есть один преподаватель естественных наук Его зовут Бартоломеллус Декстра Это Декстра, хоть уже и старик, но не дает старым взглядом себя сдерживать Он готов пойти на все, чтобы заниматься наукой и добывать новые знания Как ты знаешь, преподавать в университете могут только дворяне во втором поколении Так вот, Декстра простолюдин, он подделал дворянскую грамоту, чтобы попасть в университет Но недавно об этом обмане узнала тайная канцелярия Теперь за подлог Декстре грозит истинная смерть Но скажи мне, разве можно лишать человека всех жизни только за то, что он стремится дать людям знания? Разве справедливо карать за то, что ты всего лишь родился не в том сословии? Нет, это подлость и мерзость, и я не допущу этого Ученого нужно спасти Но я не хочу подвергать никого опасности, поэтому мне и нужна твоя помощь Ты из богатой семьи, уже почти что дворянин Ты не вызовешь подозрений, если поможешь мне тайно вывести Декстру из города Никто ничего не узнает, а ученый будет жить и продолжит свои исследования где-нибудь подальше от тайной канцелярии Я могу на тебя рассчитывать Неожиданное предложение Софии ставит тебя в тупик Ради спасения ученого Декстра она предлагает пойти против имперских законов и тайной канцелярии Эта дерзкая затея обещает как приключения, так и большие риски Не стоит забывать и о том, что лжедворянин Декстра действительно получил свою должность обманом Имеет ли это значение? Голубые глаза Софии изучают тебя в ожидании ответа Загладите вину А, это если я тогда ее типа... Если выдолбаю ее Отказать доблесть дипломатия Помочь это София плюс два к отношениям Отношения Софии беспощадно Не понял А, это условие, нет, у меня тут нет отношения даже... Так, тайные планы прокачаю и доблесть Ну давайте поможем, но я чувствую, что там в процессе будет вопрос об истинной смерти Скорее всего придется его слить Ты обещаешь помочь Софии Бартоломеус Декстра не заслужил такую участь Его необходимо увезти из столицы Ты в деле Я знала, что на тебя можно положиться Тогда вперед, нам нужно действовать Арестовать Декстру должны уже завтра Вот его адрес Отправляйся к нему, как только стемнеет Декстра иногда дает уроки поступающим в университет Так что ты не вызовешь подозрений Объясни Декстре, что я тебя отправила Блин, Декстере Декстеру Выйдите через заднюю дверь Ко двору подъедет карета Возница Вам подаст знак Ухнет, как сова Вас Подвезут к южным воротам Там ты не подведи, если карету вдруг остановят Когда отъедете от города Декстеру заберут другую поводку А ты сможешь вернуться назад Я встречу тебя на площади величия Ты киваешь, руки начинают предательски подрагивать Ты пойдешь против решения тайной канцелярии Поможешь человеку избежать наказания Выступишь против удела Уму непостижимо С наступлением темноты Ты покидаешь гостиницу Идешь быстро То и дело, глядывая за спину Разыскиваешь дом ученого Бартоломелуса Декстра Тебе открывает пожилой господин Его лицо все в морщинах Плечи согнуты Но взгляд живой и проницательный После недолгого умолчания Бартоломелус Декстра спрашивает Зачем ты пожаловал? Видимо, вот это вот в тайной канцелярии Есть их человек Поэтому они ее знали заранее Даже он сам еще, наверное, не знает Что его ждет Это как при Сталине Ты отвечаешь, что тебе нужны уроки Для поступления в университет Декстра кивает и приглашает тебя войти Убедившись, что вы одни Ты быстро шепчешь Декстра Что завтра за ним придут Из тайной канцелярии Если он не хочет истинной смерти Ему нужно немедленно готовиться к побегу Декстра замирает Затем поворачивается к тебе Спрашивает, почему за ним должна прийти Тайная канцелярия И откуда ты это знаешь Ты отвечаешь, что тебя прислала Софья Она же устраивает этот побег А причина – подделка дворянской грамоты После того, как преподаватель слышит имя Софьи Он успокаивается и отправляется собирать вещи Ты рассеянно наблюдаешь за ним Отмечая, что ученый живет очень аскетично Как я прям Но сборы уходят совсем немного времени В дворе слышится тихий цок от копыт Вы из Декстра осторожно следуйте на задний двор От кареты слышится негромкое уханье Вы садитесь Колеса стучат по мостовой В карете висит напряженное молчание Ученый нервно перебирает пальцами В окне кареты проплывают огромные городские ворота Карета уже почти выехала за пределы города Как вдруг вы слышите громкое «стой» Но я так и знал Возница послушно останавливает карету К вам приближаются двое городских жандармов Прежде чем жандармы успевают заглянуть в карету Ты с готовностью сам выходишь им навстречу Они оглядывают тебя и спрашивают Куда ты направляешься в столь поздний час Ты объясняешь, что ты сын судьи из Магры Будущий студент Который желает навестить поместье Одного из своих новых приятелей Упоминаешь имя дворянского сына С которым недавно свел знакомство Жандармы не смеют тебя далее задерживать И желать тебе приятной прогулки На тракте за городом вас встречает крестьянская повозка Дальше Декстра поедет с ней Искать себе укрытие подальше от столицы На прощание ученый кладет тебе руку на плечо И говорит Вы совершили поистине отважный поступок, молодой человек Возвращение в город проходит спокойно На площади величия на лавочке У фонаря ты находишь Софью Она погружена в чтение какого-то трактата Завидев тебя, Софья закрывает книгу И протягивает тебе руку Ну как, все прошло по плану? Ты киваешь Тогда мы заслужили отдых, идем Вы гуляете, петляя по узким улочкам Наконец есть время, чтобы расспросить Софью Что с ней случилось за эти два года Как из девочки-служанки Она превратилась в мятежницу В ответ Софья грустно улыбается Ты сам видел, что я не простой человек Когда я бежал из-за низоти Меня настигла инквизиция Я попала в страшное место Дом смирения На меня надели ошейник Знаешь, что это такое? Лишиться воли Потерять все, что делает тебя тобой Софья расстегивает свой высокий воротник На ее коже отметина от ошейника Говорят, такой шрам не исчезнет даже после малой смерти Но мне повезло Меня спас патриарх Юний Диамант Диамант забрал меня из дома смирения Вместе с другими магами И снял ошейник Он взял меня в свою свиту Он учил меня, что уделов нет Что я такая не потому, что я урод А потому, что такова моя суть И как любой другой Я могу найти свою дорогу к близнецам А потом меня забрали Нет, я ушла сама Я нашла свой удел Защищать простых людей от гнета дворян Помогать тем, кому так же не повезло, как и мне Бороться за другой мир За мир, в котором у всех будут равные права В котором магов не будут лишать воли Только потому, что они родились такими В котором простолюдины перестанут быть грязью Под ногами дворян Да, это мечта И мы еще так далеки от этого Но я буду идти к этой мечте И не остановлюсь ни перед чем Лицо Софьи на миг странно искажается Но она будто страхивает себя это выражение Вы продолжаете прогулку Пока снова не оказываетесь у твоей гостиницы Вы останавливаетесь друг напротив друга Софья вдруг быстро обнимает тебя На миг она замирает в твоих объятиях и шепчет Присоединяйся ко мне Вместе, шаг за шагом Мы превратим себя в настоящую силу Знаю, ты приехал сюда искать свой путь Но я не верю, что ты готов всю жизнь Следовать чужим порядкам чужой воли Мой путь опасный и почти безнадежный Зато ради него стоит жить Подумай об этом и прощай Софья так же быстро отстраняется от тебя И исчезает в ночной Этерне Ты возвращаешься в свою комнату Усталой после всех сегодняшних приключений Неужели все это произошло только за один день? Отношение симпатии Да блин, я ей жизнь спас, блин, два раза Только симпатию заслужил? Ни хрена себе, она неприступная, мадам, блин Ну я особо опасен в тайных планах И опасен в схватке, потому что доблесть А если двадцать, кто вообще непобедимый будет охранять? Тот день я запомнил навсегда Ведь тогда я выбрал путь По которому шел всю оставшуюся жизнь Ну я чувствую, сейчас будет Это малая смертная Последние дни перед экзаменом В имперский университет История, право, богословие Ты без конца читаешь и перечитываешь книги Которые я взял с собой Посещаешь столичную библиотеку Остаешься порой до самого закрытия Чем ближе день экзамена Тем тяжелее тебе унимать дрожь в руках И вот этот день настает На небе надетерное и не облачко Дует теплый ветер Ты облачаешься в свой лучший костюм Серые камзолы, бархатные штаны Кюлоты Тщательно причесываешься, начищаешь сапоги И, покинув гостиницу Направляешься к площади имперского университета С каждым шагом ноги становятся все тяжелее Волнение от того, что сегодня решится твое будущее Рвет тебя на части На площади у величественного Похожего на замок университета Уже собралось несколько десятков человек Такие же, как и ты Юноши из зажиточных мещанских семей Все они ждут, когда откроются двери университета Время тянется долго Отворяются, из них чинно выходит человек в профессорской мантии Это сам ректор университета Будущие студенты замолкают Ректор готовится произнести приветственную речь Но тишину на площади нарушает тяжелый поступ И браться не от доспехов К университету выходит отряд воинов под штандартом С золотыми клосьями Командуют отрядом офицеры Аркны Дворянское ополчение провинции Мония Но почему они здесь? Монийские дворяне берут здание университета в кольцо Молча и четко каждый воин занимает свое место в цепи Предводитель воинства Аркн Облаченный в старинный доспех Своими руками кладет засов на массивные двери университета Затем он выходит на ступени Язычным голосом обращается к толпе Игири Монрок Простолюдины Перед вами Игири из рода Монгоров Герцог Монии Своей волей я закрываю университет И отменяю сегодняшний экзамен Ваше низкое происхождение делает вас недостойными Высокой чести служить империи Это право должно принадлежать лишь потомственным дворянам меча Университет запятнал себя Это место плодит лжетворян В чьих жилах ни капли благородной крови Вы, подлое сословие Забыли свое место А вам потакают предатели империи Вроде Корнелия Темпеста Которые искажают суть дворянства Ради своих мелких интересов Откуда у вас низкорожденных Возьмется дворянский удел Я не позволю более расшатывать Прядки империи Прочи от университета Займитесь тем Чем занимались ваши предки Пошите поля Чините сапоги Работайте и страдайте Таков ваш удел А если кто-то сделает шаг на эти ступени Он будет убит на месте Будущие студенты ошеломленно молчат Известие о неожиданном появлении Манийского дворянского ополчения И закрытия университета Распространяются по улицам Со скоростью пожара И толпа на площади начинает разрастаться К ней присоединяются студенты университета Другие простолюдиные чиновники Заработавшие свое право на дворянский удел Вокруг поднимается волнение Многие призывают пойти против войск Герцога Монрога Захватить университет И защитить свое право на дворянство Это право дал нам сам император Мы должны бороться за него Именно в этот момент решается Стоите ли вы право на дворянство Старая аристократия бросает вам вызов Примите ли вы его Войска герцога действуют незаконно и бесчестно Это способ доказать на деле Что вы заслуживаете дворянский удел Для этого нужно прорваться в университет И занять его Дворяне не посмеют тронуть вас Если вы будете тверды в своем праве Если ты готов рискнуть И отвоевать себе право на дворянство То тебе придется повести Будущих студентов за собой На площадь продолжают пребывать люди И среди них видны ученики И наставники духовной семинарии Священники не могут оставаться в стороне Когда идет вражда между сословиями Ведь удел священника наставлять На путь всех остальных Наставники велят своим ученикам Встать между дворянским ополчением И разбушевавшейся толпой Священники обращаются и к воинам И к дворянам И к бунтующим простолюдинам Своими речами они пытаются уберечь Каждого от нарушения божественного порядка Опомнитесь и остановитесь Иначе империю ждет гнев богов Слова о гневе богов Эхом отдаются в твоей голове Бушующая толпа исчезает И вместо нее перед глазами является видение Империя в огне Куда бы ты ни посмотрел Вокруг горящие земли Полные боли и отчаяния Реки выходят из берегов И их воды тушат вселенский пожар Однако ты видишь На иссушенной огнем почве Больше уже ничего не вырастет Ты приходишь в себя Видение данное богами Рвется из тебя Требует чтобы ты победал о нем миру Но говорить с богами И передавать это знание другим Удел священника Держишь ли ты себя Или пойдешь дорогой Которую открывают тебе близнецы Резкий толчок в спину Помогает опомниться от видения Ты оборачиваешься сквозь толпу Решить не движется целая ватага простолюдинов И возглавляет их никто иная Как Софья Увидев тебя Она делает знак остановиться И ты здесь Пришел прибиваться в университет Еще не понял Что нельзя положиться ни на какой закон Право на обучение Это лишь кость Которую набросили хозяева Твои господа заберут у тебя все назад Как только им это понадобится Настала пора решить с кем ты Мы безудельные Безудельные Мы не будем мириться с этим строем В борьбе мы создадим новый мир Пойдешь с нами Или будешь подчиняться дальше Ты внутри университета Заперты студенты и профессора Сколько монарок собирается держать их в осаде Что с ними будет если начнется резня Благородные господа не из Тони С другой стороны не будут брать их в расчет Мы проникнем внутрь и вытащим их Если ты готов взять жизнь в свои руки Идем с нами Площадь готова взорваться от напряженного противостояния Студенты, простолюдины, дворяны, мантии Сторонники новой веры Собирают силы чтобы двинуться на стену солдат Они рассчитывают что те не осмелятся начать резню И будут вынуждены пропустить их Я уверен что они начнут резню Безудельные во главе с Софией готовятся пробраться через оцепление Чтобы вывести тех кто оказался заперт внутри Над всем этим разносятся слова священников Призывающие обе стороны сложить оружие И не идти против божественной воли Университет твоя единственная дорога в это дворянство Теперь только ты сам можешь завоевать себе этот удел И выполнить свой долг перед семьей Ты можешь пробить путь в университет И вернуть себе законное право Как и должно истинному дворянину Но в твоей голове все еще стучит И бьется видение гнева богов Оно ведет тебя к другому пути Стать рядом со священниками И проповедовать о том что тебе открылось Да господи блин кто же это выберет Ну наверняка будут те кто это выберет Но это просто смешно Насколько надо быть я не знаю кем Ну блин Короче просто люди насколько разные Ладно Предупредить о том К чему вскоре может привести вражда между сословиями Нести слово близнецов И вести людей к спасению Может ли это стать твоим новым уделом Софи и общество безудельных ждут Что ты присоединишься к их борьбе Отвергнешь старые прятки И сбросишь вечное ермо чужой власти над собой Ты не изменишь свое дело Ты продолжишь страдать Но твои страдания смогут изменить этот мир Здесь и сейчас решается По какому пути дальше пойдет твоя жизнь Так Ты возглавляешь будущих студентов В попытке занять университет Нести откровение Путь свеч нахрен Пойти за безудельными И присоединяешься к Софи И ее товарищам Чтобы спасти осужденных Блин А я думал прорваться Ты и есть присоединиться к Софи Ну с одной стороны Нахер их порядки все С другой стороны Блин Я хотел и доверянином стать И доблесть Блин Нахера я качал ее тогда Зараза Ну смотри Даже будучи дворянином Это же не мешает мне потом Против порядков бороться Просто вот эти Они даже заблокированы То есть для них нужна Какая-то прокачка И то что они разлочены Мне кажется это круто Мне кажется это То есть что надо Что они более интересные варианты Путь дворянина Но С другой стороны Блин Мне и Софи охота Все эти порядки Нахер свергнуть Неужели я не смогу Если буду дворянином Это сделать Ну типа безудельные Это я в любом случае Смог бы выбрать Даже если у меня прокачено Не было Что-то Нужное Тут дело Не в долге Не в долге Перед семьей Блин Зараза Вот эти два варианта Блин А почему их нельзя совместить Да Бороться За то чтобы в этом Нет Нахер Короче они пошли Пофигу Даже на то что я прокачался Похер Против системы Я никогда в системы эти Не вписывался Буря сомнений Вдруг успокаиваются Ты не позволишь Чужой воле Дальше властвовать над тобой Ты отвергнешь свой удел И тебе нужны И тебе не нужны другие Ты свободен И готов на любые жертвы Ради этой свободы Ты идешь навстречу безудельным Софья едва заметно Улыбается тебе Ее спутники Радостно хлопают тебя По плечам Вы принимаетесь за дело Вы отдаляетесь от толпы И начинаете готовить вылазку Остальные безудельные Все крепкие Простолюдили в одежде Итак План прост Я выйду к воинам Которые стоят у боковых ворот И отвлеку их Вы знаете У меня есть способы Ваша задача Пробраться в университет И вывести запертых наружу Ждите сигнала Глаза Софьи Загораются желтыми искрами Она смело приближается К дворянам Несущим дозору боковых ворот Сперва они наставляют На нее шпаги Но вдруг Перед глазами Сверкает вспышка Воины замирают И послушно шагая в ногу Следуют со Софьи Она их зачаровала что ли? Ворота оказываются свободными Раздается восхищенный вздох Одного из безудельных Только наша Софья так умеет Теперь пора Вы без помех отпираете ворота И прибираетесь внутрь университета Крики толпы Остаются за стенами А вы бросаетесь По зданию в рассыпную В поисках студентов И профессоров Те не сразу доверяют Неизвестно как попавшим сюда Подозрительным простолюдинам Но слишком опасаются Что аркны устроят над ними расправу К тому же ты и сам выглядишь Как один из студентов Так что твоим словам верят Быстрым шагом Ты выводишь за собой И через брешь Университетом Вам удалось вывести Почти два десятка человек Последний к вам возвращается Софья Теперь пора уходить Переулками вы добираетесь До заброшенного пустыря Софья поднимается На останки сцены У старого дома И закуривает свою трубку Широким жестом Она предлагает всем Подойти к ней поближе Добро пожаловать Мы безудельные Мы те кто не готов Смириться с несправедливостью Порядков в империи Те кто живет своим умом И волей без хозяев Вступайте в наши ряды И вы навсегда освободитесь От произвола старых дворян и аркнов Иначе они будут делать с вами Что захотят Не это ли они показали сегодня Освобожденные студенты Переглядываются Им предлагают бросить Даже надежду Выслужиться В дворян мантии Вот я тоже поэтому И нахер это послал Однако студенты Только что увидели Как шатко их положение Многие из них в ярости Что аркны могут забрать У них любые права Никто не держит вас здесь Вы можете уйти И вернуться в университет Если он когда-нибудь Снова будет открыт Но если вы не готовы Дальше плясать под чужую дубку Добро пожаловать К безудельным Ты вступаешь в общество Вместе с прочими студентами Безудельные приветствуют Новых членов возгласами Наше дело правое Наше дело правое Началась новая жизнь Ты вступил в тайное общество Живущее вне закона Назад у тебя дороги нет Тебе больше не стать Ни дворянином Ни священником Отец никогда не простит тебе Что ты подвел семью Но грудь впервые Переполняет чувство Полной свободы Ты сбросил себя у дел Твоя судьба Больше ничем не предопределена Тебя Что тебя ждет дальше Твоя судьба Больше ничем Не предопределена Путь безудельного Остаться простолюдином Ты остаешься в низком сословии И начинаешь искать Свой собственный путь в мире В низком Это по их градациям По этой гнилой системе Ты возвращаешься в гостиницу Чтобы забрать свои вещи У дверей тебя встречает Юноша в форме курсанта Военной академии Из-за нового облика Ты не сразу узнаешь Томаса Друг заключает тебя В свои объятия Брандт Здравствуй Как-то я слышал Что за история случилась На площади перед университетом Проклятая старая аристократия Им лишь бы не впустить Простолюдинов на ступеньку выше Но я рад Что все для тебя разрешилось А я как видишь Уже учусь в военной академии Лицо Томаса Исполнено гордость И ты зовешь его подняться С собой Пока ты собираешь вещи Пока вы идете по лестнице Томас продолжает Рассказывать свои новости Представь я попал В десятку лучших И в учебных боях И в науках себя показал Тут и твоя заслуга Тут и твоя заслуга Ты мне еще в школе В Анизоте помогал Буду студировать военное дело А там и дворянство недалеко А ты как решил Ты делишься с Томасом Событиями последних дней И рассказываешь о пути Который ты выбрал Томас слушает тебя молча Обоим понятно Что дальше ваши пути Могут разойтись навсегда Знаешь Брандт Я вот что хочу сказать Ты идешь своей дорогой Но ты мой друг И чтобы дальше с нами не случилось Нам нужно скрепить Нашу дружбу навсегда Смотри Я принес два медных кольца Обычай говорит Что те двое Кто наденет их Навеки останутся близки Куда бы их не забросила судьба Что скажешь Вы с Томасом выросли вместе Кто знает Каким бы ты стал Не будь рядом с ранних лет Этого дерзкого Вспыльчивого острова На язык соседского мальчишки Но вправе ли ты обещать другу Что вы останетесь близки Несмотря на любые повороты судьбы Томас протягивает тебе ладонь На которых лежат два простых колечка Если вы их наденете Это свяжет вас узами дружбы На всю оставшуюся жизнь Дать клятву А это если дворянин Я бы выбрал Взять кольцо Уза дружбы Томас Уза дружбы Оставить все как есть Запас сил Закончить дружбу Взять кольцо Вас с Томасом Слишком многое связывает Чтобы ваши пути разошлись Ты принимаешь кольцо Ты берешь кольцо С ладони Томаса Вы были вместе с Отрочество Несмотря на то Что ваши пути в жизни Могут в любой момент разойтись Для вашей дружбы Нет никаких преград Ты готов связать ее узами Навсегда Каждый из вас надевает Медное кольцо Себе на мизинец Твое сидит как в летуа Лицо Томаса Расплывается в радостной улыбке Теперь мы друзья навек Это надо отпраздновать Идем я покажу тебе Одно местечко Медовуха там вкуснее В жизни не пил Я угощаю вранты Вы отправляетесь В дворянский салон Неподалеку от площади Императора Северина Там среди табачного дыма И бутылок с медовухой Вы разговариваете Вспоминаете Строите планы на будущее Никто из вас не знает Что ждет впереди Но вы пообещали Не терять друг друга Ваша дружба прочна И выдержит испытания Временем Ты связываешь себя Нерешимыми узами Дружбы с Томасом О том что ты не поступил В университет Приходится сообщить Письмом домой Отец узнает об этом Рано или поздно Письмо удалось тебе непросто Ведь отец отправлял тебя В столицу поступать Именно в университет Ты ссылаешься На внезапное нападение На университет Герцога Монрога На неясное будущее Студентов университета Оставят ли им право На дворянство Мантии Пишет что будешь устраиваться В жизни своим умом Полагаться только на себя Семья должна принять твой выбор Ответное письмо От семьи приходит быстро Ты был отправлен В столицу за одним Лишь за одним И не справился Да никто не ожидал Что университет Окажется в осаде Никто не ожидал этого Но ты мог Оставить свое право На обучение Если бы проявил выдержку Университет скоро Откроется вновь Об этом позаботился Корнели Темпест А ты уже отказался Дворянского дела Ради чего Мне остается Только принять твой выбор Но ты не можешь дальше Рассчитывать на деньги семьи Ищи сам как тебе теперь жить Надеюсь ты не пропадешь В столице без вести Вся эта история с осадой Лишь жалкие оправдания Ты просто не смог Отвоевать себе право Попасть в университет Отец столько вложил сил И денег в твое обучение А ты все отверг Ради чего Чтобы до конца своих дней Остаться простолюдином Я надеялся Что однажды Ты станешь равным мне Но сейчас об этом Даже смешно думать Это Стефан Еще одно письмо Приходит от Глории Похоже она отправила Его без ведома отца И Стефана Господин Роберт Разбил вазу Пока читал твое письмо Стефан орал Что это все поганая Кровь низкого сословия Я едва увела Матушку Унатана Иначе мы бы все Попали под горячую руку А я вот горжусь тобой Ты пошел против воли отца Против всех ожиданий Против всего этого Гнилого порядка Это твой выбор Держись его Я верю что эта дорога Куда-то тебя обязательно приведет Береги себя братик С Глорией привязанность Да с ней давно Должны быть максимальные отношения Ты в последний раз Оглядываешь свою комнату В гостинице Сколько книг ты Проштодировал за этим столом Сколько снов О своем будущем Видел на этой кровати Ты спускаешься Со всеми своими пожитками От ранее Под обострасной улыбки Хозяина гостиницы Не остается и следа Он нехотя бросает Перед тобой остатки денег За проживание Отворачивается Теперь ты лишен Всякого у дела Ты свободен Но не знаешь Что ждет тебя завтра Ты оторвинул то Что тебе предназначено Ради чего Это еще только предстоит выяснить Больше семья Бранд Не будет тебя содержать Но тебе нужно остаться В столице вместе с безудельными И где-то жить И ты идешь за помощью к Софье Дворянских хором Предложить тебе не могу Но мы обустроили тебе подвал В заброшенном доме Это у порта На берегу Реглаты Там можно жить Комната в доме одна И тебе нужно будет Принести свою подстилку Но там тепло Чисто Есть еда И место для вещей Ты будешь в безопасности Ходить по столице пешком После карет Не так уж плохо Тебе все еще непривычные ветра Из бухты Но они позволяют пережить зной Впрочем Ты родился и вырос в Анизотте На самом юге страны Столичные жители Понятия не имеют Что такое настоящая жара Сколько раз в жаркие дни Вы сидели с отцом в саду И он беседовал с тобой Об уделах И о том Что ждало тебя в гости столице Тогда он смотрел на тебя С такой гордостью Отец никогда не сомневался Что ты пойдешь по его стопам Порыв ветра Вырывает тебя из воспоминаний И тебя ждет новая судьба Та которую ты выбрал для тебя сам Дом в котором живут безудельные Находится неподалеку от порта Ты находишь неприметный вход в подвал Внутри одна огромная комната В которой лежат под стилки И чьи ты вещи Ты находишь себе место в одном из углов Обустраиваешь лежанку Кладешь свои вещи в изголовье Оглядываешься В доме пара человек Ты знакомишься с ними Тебе показывают небольшую кухню И комнату с печью И несколькими ведрами воды Воду нужно набирать в реке Ты спрашиваешь Как давно они тут живут Тебе рассказывают Что дом обустроили Примерно 8 месяцев назад Когда безудельных было всего 10 человек Почти все были Кого выгнала семья Кто вылетел из университета Военной академии Или духовной семинарии Тогда Софья распорядилась Найти место Где все могли бы жить В подвале они спят Наверху проводят собрания Софья заботливая Задумчиво произносишь ты Твой собеседник кивает Заботливая Но требует Беспрекословного исполнения Всех своих приказов И очень скрытная Никто так и не знает Где она живет Она сама появляется Когда нужно Знакомясь с соседями Ты лучше узнаешь безудельных Сейчас основные задачи Сообщества Искать единомышленников И распространять Среди простолюденов Мысль о том Что с существующим порядком Можно и нужно бороться Вы можете это делать Нужно верить в это И выполнять то Что велит Софья Спасенных тобой студентов Примерно столько же Сколько и старых членов безудельных После того Что они пережили в университете Они уверены В неправильности Существующего порядка Их обуревает Жажда деятельности Как и тебя С каждым новоприбывшим Софья говорит С глазу на глаз С каждым новоприбывшим Софья говорит С глазу на глаз Тебя она зовет Через несколько дней Софья сидит за столом Перед ней кипа листов Лицо ее выглядит уставшим Но увидев тебя Она улыбается Здравствуй Я намеренно позвала тебя Последним Безудельных все больше Но далеко не все Из них сообразительны А у нас есть задача Над которой придется подумать Нам необходимо Рассказать простым людям Правду о том Что произошло У университета Как не имеет значения Как не имеет значения Мы не будем И не простим дворянам То что они сделали Нам нужно рассказать Людям о себе И нам нужны новые соратники Подумай как достичь И того и другого Через неделю Расскажешь на нашем собрании Что ты придумал Софья замолкает И смотрит на тебя Ты киваешь Хочется сказать еще что-то Но плана у тебя пока нет А к светской болтовне Она явно не расположена И ты выходишь Что теперь делать Как рассказать о безудельных Так чтобы вас всех не арестовали Лучше конечно заниматься Этим вдали от стражи На окраинах В кабаках для простолюдинов На рынках Весь вечер ты бродишь По городским улицам В раздумьях В итоге у тебя рождаются Три идеи Самым безопасным Было бы напечатать листовки И распространять их по этерне Несколько хлестких фраз На листке Которые легко передавать Из рук в руки Но для этого нужен Печатный остановок Найдется ли хоть одна типография Готовая вас поддержать Или же отправиться И рассказывать о случившемся Лично всем Кто захочет слушать Это надежнее Люди скорее поверят Живому свидетелю Чем печатному слову Но и опаснее Такого оратора легче арестовать А у вас пока не так много людей Есть и третий план Волна недовольства После случившегося университета Захлестнула город Где-то там На бурлящих улицах Подсказывая о вашем деле Всем и каждому А собрать новых безудильных Напечатать листовки Почему я не могу Манипуляция А бля Одной не хватает Пардон Обличать дворян Вот тайные планы Кстати я прокачаю Красноречие Но запас сил потрачу Либо вербовать Ты отправишься по кабакам И трактирам Искать сторонников Среди молодежи Так а этих дворян Давайте обличать дворян Ты собираешь студентов Которых вытащил несколько дней назад Спрашиваешь готовы ли они Рассказывать людям Что на самом деле произошло Разумеется они готовы Все должны знать О том несправедливости Что сотворили дворяне О словах Что сказал великий герцог Монарок Люди должны услышать Все из первых уст От тех Кто был там На площади университета Вы обговариваете детали Сейчас главное Подготовить почву Убедить людей в том Что произошедшее Не должно повторяться Не стоит говорить Что вы безудельны Это может вызвать Ненужные вопросы Сомнения Вы будете действовать постепенно Первый шаг Простолюдины Живущие ветерны Должны понять Что к ним относятся Дворяне и аркны Узнать Что случилось У университета И в нем Тогда в будущем Будет проще Вербовать новых Безудельных Вы будете рассказывать О себе Ну как бы со стороны Студентов спасли Добровольцы Которые не могли Оставить все как есть Не могли бросить Ни в чем Неповинных людей Рассказывать будете Там где больше всего Простолюдинов На окраинах И в торговых рядах Главное Наставляешь ты своих соратников Главное Наставляешь ты своих соратников Не попасться жандармам Если есть опасность Быть пойманными Лучше бежать Ребята слушают Серьезно кивают Один забавно хмурится Кажется ему хотелось бы Записать твои слова Шпаргалку Вопросов ни у кого нет Вы расходитесь Поэтерны Рано утром Разделяйтесь на группы По три человека План прост Двое находят место На рынке Где их могут слышать Другие посетители И прохожие И заводят громкий разговор О случившемся У университета Когда вокруг Собирается любопытствующий Один из них Поднимается на возвышение Он громко рассказывает Чему стал свидетелем У университета Третий человек Остается поодаль И следит Не приближаются ли жандармы Вечером Вы собираетесь в штабе И рассказываете Как у кого прошел день Трое убегали от жандармов Остальным повезло Одного даже Напоили в кабаке И он вернулся к вам Только с помощью товарища Вы договариваетесь Продолжить работу И на следующий день Трех дней Оказывается достаточно Простолютины По всей Этерне судачат На этот раз Дворяне переступили Все границы Так больше нельзя Нужно что-то менять Софья сдержанная Тебя хвалит Молодец Бранд Я и не ждала От тебя меньшего Рада что ты с нами Тридцать шестой год Восемнадцать лет Вот и прошел Еще один год Твоей жизни в столице Этерне с будоражным Громким процессом Начался так называемый Суд над пятью десятками Сразу пятьдесят человек Обвинены в общем преступлении Измены и заговоры Против короны Все обвиняемые Видные деятели Политических кружков Обвиняемые выступали За ограничения власти Дворян и за права Для простого сословия Никто из них Не призывал к восстанию Но слов оказалось достаточно Суд открытый Пускает всех желающих Это сделано на показ Чтобы запугать людей И отбить у них желание Собираться в подобные кружки Ты посещаешь Одно из заседаний суда Все обвиняемые Отправятся на каторжные работы В шахтах Магры и Иллирии Предводители кружков Шестеро мужчин И одна женщина Приговорены к истинной смерти Торжественная казнь Проходит на главной площади Этерны Ты запомнил имя женщины Анни Сирин Она взяла слово Перед казнью Молодая и невысокая Ее лицо Можно назвать неприглядным Глаза скрытые Под длинной челкой Даже сейчас Она кажется спокойной Не верится Что она сейчас Не всегда уйдет из мира Анни Сирин Оглядывает собравшихся Голос у нее негромкий Но ты стоишь Близко и слышишь Каждое ее слово Анни говорит Что счастлива умереть В борьбе за права народа Что ее дело не умрет Только теперь подобные ей Расползутся по подвалам И затаятся Чтобы действовать иначе Их дело правое Анни Сирин Утаскивают к остальным Надевают на лицо мешок А на шею петлю Скрип, рычага Резкий рывок Все семеро конвульсивно Дергают ногами Прежде чем безвольно повиснуть Так а можно было ее спасти Говорилось По толпе ползут Сдохи И недовольные возгласы Говорилось же Что ее спасти можно Или не ее Или это надо было Другое что-то выбрать Пиздец короче Видимо наверное Это с дворя К безудельным С каждым днем Приходит все больше людей В комнате Где вы собираетесь С каждым разом Все тяжелее дышать Ваши новые последователи Истекаются со всей Этерны По большей части Это простолюдины Трудяги Ремесленники Студенты с горящими глазами Они все чувствуют Что порядок Основанный на уделах Устарел На общих собраниях И один на один Безудельные ведут Бесконечные разговоры Как можно изменить общество Не беря в руки оружие Как можно защитить тех Кто страдает от производства Дворян Ты пишешь для дружественной газеты Рассвет для империи Несколько статей В которых излагаешь Свободолюбивые идеи И каждую статью Ты относишь В первую очередь София Мне нравятся твои статьи Они обжигают В них есть искренний пыл Непримиримость И дерзость А главное С каждой новой работой Я все отчетливо И вижу в них Призыв к действию Я знаю Что наше дело правое Но твои слова Распаляют сердца А значит дарят надежду Что мы можем что-то изменить Не знаю Что бы я делал без тебя Спасибо Бранта Очередное собрание Мы сильны и едины Нас уже много Наше дело правое Одобрительные возгласы Которым ты присоединяешься София улыбается вам Но ее взгляд остается Строгим и внимательным Через месяц На площади Святого Игнатия Будет проведен Обряд очищения огнем Над магами Которые не раскаялись И не пожелали надеть ошейник И это будет показательная казнь Церковь тщательно к ней готовится Но маги Как и все мы Не выбирали как им жить Они заклемлены с рождения Вы думаете Нет ничего хуже Нашего дела страдать? Надев ошейник Инквизиция лишает мага всего Семьи, сословия, свободы, воли Человек становится оружием В руках инквизиции Маги лишены сословия А значит и место в этом мире Маги истинные безудельные Нет плена худшего Чем ошейник для мага Поэтому мы должны добиться Их освобождения С них начнется освобождение Всей империи Одобрительные возгласы Меняются в несмущенный ропот Никто из присутствующих Не готов в открытую идти Против инквизиции Пламя от горячих свечей Золотыми отблесками Сверкает в глазах Софьи Она поднимает руку Мы не станем воевать с инквизицией Но мы устроим марш ошейников В поддержку магов Так мы заявим о себе И так мы привлечем на свою сторону Патриарха Юния Диаманта Он сказал, что маги имеют Те же права, что и любой житель империи Он призвал дать магам Возможность самим Искать путь к близнецам И мы покажем патриарху Что услышали его И что готовы Открыто поддержать его призыв Я маг Он снял ошейник с меня И позволил мне искать свой путь Я собираюсь дать эту возможность Всем магам Маги не выбирали родиться с этим даром Но маги вправе выбрать отказ от своей силы И добровольно следовать учению близнецов Наше дело правое Софи дает всем собравшимся высказаться Одни полностью поддерживают идею марша Другие сомневаются и колеблются Третьи, самые немногочисленные Наотрез отказываются открыто поддерживать магов Маг Магия зло Магия опасная Поддерживать магов Идти против близнецов Так она маг Куда они пришли Софи нависает над ними В ее глазах пляшут нехорошие гоньки Я маг Но вы тем не менее пошли за мной Вы выбрали доверять мне И сейчас у нас нет времени для сомнений Тем кто не готов следовать дальше Лучше прямо сейчас покинуть общество Несколько человек покидают зал Кто смущенно, кто мрачно Напутственный крик Софи К уходящим эхом прокатывается по залу Вы ничего никому не скажете Не знаю, блин Мне кажется Отпускать их Это значит нам надо менять базу Они расскажут, блин Оставшиеся притихли Впервые глава безудельных Позволила себе повысить голос на членов общества Бессильно опустившись в кресло Софи просит удалиться Всех кроме тебя и еще троих Их лица тебе не знакомы Это те безудельные Которых она выбрала для особых поручений Выслушать ее на страде Их убить надо Суть марша Обратить на себя внимание Ну убить в смысле тех, которые ушли Но или нет Суть марша Обратить на себя внимание Получить огласку И заручиться покровительством Патриарха Юния Диаманта Важно, чтобы патриарх услышал О нас И поддержал наше движение Без его помощи И влияния Вся эта борьба Оберечена на провал Софи раздает указания Молодой парень Отправлен на поиски ошейников Бойкая девица Будет руководить Росписью знамен Худой легионер Составляет наиболее короткий маршрут И ищет удачное место Откуда безудельные Начнут свой марш Дав задание Софи отпускает их Вы остаетесь вдвоем В тишине опустевшего подвала Что служит вам Залом собрания Ты замечаешь Какой маленький И уставший выглядит Софи Серые круги под глазами Кожа как бесцветный пергамент Она очень много работает Помолчав Софи заводит разговор о легионе Или о легионере Мне не хотелось пугать людей Раньше времени Думаю ты понимаешь Если площадь будут охранять Не жандармы А префектуры Не жандармы из префектуры А военные легионеры Они не будут церемониться Кто-то из марширующих Может погибнуть Половина ночи уходит на то Чтобы продумать пути отхода Если марширующим придется бежать К тому часу Когда план наконец готов Вы уже оба с трудом Сдерживаете зевоту Но Софи хочет обсудить Еще один вопрос За последние недели К нам пришло много людей Но все же безудельных Слишком мало Нужно решить Кого еще мы привлечем Для выступления Люди должны увидеть Мы не просто сброд У Софи есть две идеи Кого позвать на марш Но у вас не хватит времени Что пригласить и тех и других Очевидными союзниками Выглядят простолюдины Разделяющие учения Патриарха Фомы В этой недостаточно Тех кто пострадал От действий инквизиции В первые годы Появления новой веры Когда отрицание у делов Казалось очевидной ересью И жестоко корялось Другой план Бросить силы На поиск союзников Среди священников и дворян Среди них также немало тех Чьи родные и близкие Были арестованы инквизицией Софья поднимает лицо от бумаг Круги под ее глазами Стали еще темнее Она реагирует Медленнее обычного Вся уверенность Которая она светилась Перед безудельными Кажется сейчас напускной Она закуривает трубку И откидывается в кресле Прикрыв глаза Кажется силы Окончательно оставили ее Решение придется принимать тебя Ты откладываешь дела Чтоб помочь Обессильной Софье На дворян и священников На простое сословие Поддержать Софью надо Да и кому же у меня сил Тоже мало давай Софья курит И задумчиво Пускает кольца дым Оглядываясь Ты замечаешь Початую бутылку вина Видимо ее оставил Кто-то из безудельных Ты находишь более-менее Чистую кружку Аккуратно наливаешь в нее Вино Ставишь перед Софьей Находишь вторую Наливаешь себе Софья смотрит Сперва на кружку Затем на тебя Кончики ее губ Поднимаются Едва заметной улыбки На секунду Перед тобой появляется Та самая девочка С улицы Анизотти В ее глазах Искрится солнце Но она тут же Сменяется печалью Она отпевает вино Морщится Ты повторяешь за ней Вино кислит Спасибо Это очень заботливо Я рада что ты здесь С каждым днем Я все больше и больше убеждаюсь Что сделала правильный выбор Без тебя я бы не справилась Она снова отпевает Из кружки Ее лицо постепенно расслабляется Ты говоришь Что тоже рад быть Среди безудельных Это было верным решением Не следовать желаниям родителей А искать собственный путь Софья позволяет Себе сесть удобнее И улыбнуться чуть шире Ты мог бы стать кем угодно Но выбрал нас Это смело я бы сказала Отправиться Отправиться Ты по стопам отца Мы бы сейчас смотрели Друг на друга Как на врагов Она мрачнеет Те кто берет силой Давят Принуждают Они не должны править Мы не должны страдать за них Это неправильно Я до сих пор вижу Во снах Софья осекается Ты понимаешь Что она имеет ввиду В одну картину Смешались воспоминания Дрожащие от несущихся коней Улица Крики Плач Лай собак Надменное лицо Аркна Требовательный голос Желтые искры Ты отвоешь глаз Ты отвоешь глаза Стыд прожигает насквозь Софья едва Слышно смеется Не вини себя Таков этот мир Она наклоняется к тебе Ты чувствуешь запах Вино и табак Ее лицо рядом Глубо оказывается У твоего уха Мы должны изменить его Софья отстраняется Залпом допивает вино Поздно уже Иди выспись Я все доделала Вы выходите Прощайтесь Глядя на ее удаляющуюся фигуру Ты задаешь вопросом Она и вправду Сильнака показывает Или просто хорошо играет Свою роль Привязанность Столица готовится К большому торжеству Празднуется Совершеннолетие Джерриана Темпеста Наследника трона На ветру трепещут Ленты и флаги Мостовые вычищены Ароматы цветов Наполняют воздух Ты тоже находишь Время присоединиться К торжеству Когда еще доведется Своими глазами Увидеть правящую семью империи В день праздника Этерна бурлит По главным улицам Столицы Двинулся торжественный парад Во главе его шагают Колонны студентов Университета И курсанты военной академии За ними следуют Прочие жители столицы Ты держишься В хвосте процессии Вы доходите До площади У императорского дворца С балкона Нашествие взирает Императорская семья Темпестов Рядом стоят Высшие Сановники империи И наместники провинций Высоко вверху Ты впервые Своими глазами Видишь самого императора Уттера второго Колонны университета И военная академия Станавливаются Перед балконом И выкрикивают Свои девизы Для императора Император благосклонно Поднимает руку Приветствуя собравшихся Его голос Эхом разносится По всей площади Ты слышишь его Даже издалека Я принимаю Вашу благодарность Мои верные подданы Смело несите Свои знания И доблесть На службу империи Каждый достойный Получит моей милостью Дворянство мантии Слова императора Вызывают ликование У колонн Будущих дворян Однако оно сменяется Недовольным гулом Когда на балкон Выходит герцог Монрок Все собравшиеся Слишком хорошо помнят Неудачную попытку Правителя Монии С силой закрыть университет Но Монрок Негласный Предводитель Всей старой Аркнийской аристократии С этим приходится Считаться даже императору Просто людины Славьте своего императора Будьте вечно благодарны И покорны ему За те блага Которых вы недостойны По рождению Но тут все Вокруг затихают Вперед выходит Статный юный Аркан Со смущенной улыбкой На тонком лице По толпе летит шепот Это и есть Наследный принц Джерриан Воспитанник Корнелия Надежда простого сословия По левую руку От Джерриана Его младший брат Флавий Второй принц Еще совсем мал И недоуменно Разглядывает процессию Внизу Да будут милости Вы к вам близнецы Мои будущие подданные Обещаю Отплатить вам За верную службу Империи И позаботиться О вашем благополучии Колонны отвечают Наследнику Восторженным ревом Ура принцу Джерриану Рядом с наследником Вырастает еще одна фигура Щегольский Одетый Аркан В мантии рода темпостов Он воздевает руки вверх Собираясь произнести речь Долгие годы Принцу Джерриану Вы Студенты университета Курсанты Военной академии Словом и делом Доказываете Что империя Может положиться на вас Сегодня большое торжество И в честь принца Джерриана Вы должны попросить У императора Навеки закрепить Законом Право простых людей Заслуживать дворянство мантии Просите же Колонны замерли Студенты и курсант Переглядываются Не зная Следовать ли словам Брата императора Высоко вверху Принц Джерриан Тоже замер Прислушиваясь к вашему отклику На балкон Быстрыми шагами Вновь выходит Герцог Монрог Несколько мгновений Он оглядывает площадь Подданные империи Брат император Лишь хотел сказать Что вы всегда должны помнить Что обязаны народу Темпоста своим положением Император принимает Вашу благодарность И отпускает вас Со своим благословением Идите же На площади повисает Сметение и ропот Некоторые из будущих дворян Отказываются повиноваться Герцогу Монрогу То тут, то там Раздаются выкрики Закон Просим закон Офицеры, академии И преподаватели университета Призывают к порядку И пытаются продолжить шествие Однако площадь Начинает закипать гневом И неповиновением Со стороны дворца На площади выдвигается Конный полк Императорской гвардии Садники с клинками Наготове Медленно движутся к толпе Выдавливая ее с площади Под натиском Разбегающихся Во все стороны Простолюдинов Приходится отступать и тебе Волнение на площади Быстро стихает Гвардия поворачивает Коней обратно На балкон дворца Вновь выходит Император Уутер Второе Рядом с ним Встает герцог Монрог Снова узрев своего правителя Собравшийся на площади Немедленно смолкают Подданные Многие из вас Потеряли голову От радости За принца Джерриана Но вы Достаточно выразили Своё почтение И благодарность Следуйте же моей воле Продолжайте шествие И славьте род Темпостов Уже давший вам Столько благ Вся площадь Вновь покорно Выстраивается по колоннам Вспышка непоминовения прошла И праздничное шествие По улицам столицы Возобновляется Слава императору Слава принцу Джерриану Порой тебе приходят Письма от семьи Отец пишет Очень сдержанно В основном О делах и событиях В Магре О семье он рассказывает редко Горжусь Что смог научить Стефана Вести семейные дела Твой старший брат Изысканно ведёт себя На светских Раутах И приёмах Которые мы устраиваем У него уже появились Важные знакомства У Глории Насчёт старшего брата Совсем другое мнение Она пишет Что Стефан всё больше Превращается в подобие деда Стефан очень похож на деда Манерами Осанкой Голосом И даже одевается так же Раньше он был со мной Просто холоден Старался меньше с ним разговаривать А теперь я не знаю Куда деться От его постоянных придирок И укоров Он всё время Помыкает мной Обращается со мной Как со служанкой Натан Выпускать её из дома В одиночестве А Натан пишет Что часто слышит По ночам Её шаги по коридору Ещё Натан Рассказывает тебе О частых ссорах Между Стефаном И Глорией Стефан всё время Старается задеть Глорию А она отвечает ему тем же Стефан обзывает Её жалкой Пострульдинкой И велит замолчать Новые письма С печатью родной провинции Всегда вызывают трепет Хотя семья И далеко Ваши судьбы Остаются прочно связаны А почему с Глорией Уменьшились отношения С Натаном Почему уменьшились Настаёт утро К которому Вы так долго готовились В одном из домов В центре Этерна Собирается толпа Все надевают ошейники На всех их не хватает Но шеи обматываются Чем попало Шарфами Поясами Тряпками Ты видишь Много незнакомых лиц Среди пришедших Есть представители Всех сословий Оказавшись на улице Ты видишь Что люди продолжают Подходить и присоединяться Колония Ты слышишь выкрики В толпе Наше дело правое Эти слова вселяют уверенность И помогают унять волнение Все улыбаются Ты в первых рядах Ощущения невероятные Впереди перемены На площади уже разложена Дрова для костров Несколько людей В ошейниках Привязанных к столбам Инквизиторы Суетятся вокруг Почти все готово Для огненной казни Поступы к площади перекрыты Солдаты легиона Преграждают вам путь Толпа напирает По улицам разносятся крики Маги Тоже дети богов Верните магам жизнь Долой кандалы у делов Крики безудельных волной Накрывают площадь Святого Игнатия Перекрикивая толпу Один из легионеров Велит отойти Иначе они возьмутся за оружие Тут рядом с тобой Раздается крик Софи Нас больше Сомнем их Ее голос звучит В твоей голове Наполняет праведным гневом И верой в собственную победу Тебя несет прямо На выставленный Клинок Клинок легионера Неожиданно Чья-то рука Тянет тебя назад Ты видишь перед собой Софью Ее горящие золотом глаза Толпа обходит ее стороной И в яростном экстазе Набрасывается на Бескураженного легионера То есть она зачаровала И меня тоже На меня она остановила На лице Софи Хищная нечеловеческая улыбка Легионер наносит Несколько ударов По обезумевшей толпе Прежде чем его сметает Человеческим потоком Безудельные набрасываются На него Не жалея себя Легионеры Стоящие в оцепенении Смекают щиты И обнажают клинки Инквизиторы Растерянно смотрят на происходящее Никто не ждал такого неистовства Софья командует атакой Освободим несчастных С нами Юний Диамант С нами Близнецы Это уже не мирный марш Софья намерена Отправить безудельных Вперед На сомкнувших ряды Легионеров Счет идет на мгновение Ты должен быть там В первых рядах Или есть возможность Остановить ее И избежать новых смертей Или взять все в свои руки Предпринять отчаянную попытку И освободить пленных Своими силами Начать штурм Айлис Истинная смерть Остановить Софью Освободить пленных Ты пытаешься спасти магов Самостоятельно Если штурм То погибнет Айлис Значит надо ее спасти Да Подожди Ну Естественно Тут без крови Такие порядки Тут вообще никак не сменить Это такое Что пиздец Просто единственное Я бы тут конечно Вот ради манипуляции Вот этот вариант Выбрал Чтобы прокачать Красноречие И манипуляцию Ладно Освободим В одиночку Безудельные давят легионеров Инквизиция пытается Становить те Кто прорвался сквозь строй Ты находишь глазами Уткий проход на площадь Ты отбегаешь от Софьи Смешиваешь с толпой Протискиваешься к кострам Инквизиторы читают Молитвы младшему Сковывая прорвавшихся силой Близнецов За приговоренными магами Никто не следит Ты опрокидываешь бочку Со смолой Чтобы она залила площадь Перед кострами И поджигаешь Инквизиторов Отрезает стена огня Ты быстро перерезаешь веревки Стягивающие запястья магов Пожилой мужчина С жутким шрамом На лбу вскирыкивает В спешке ты порезал его Но у тебя нет времени Быть аккуратным Главное он свободен Последний ты освобождаешь Девушку с золотистыми волосами Должно быть раньше Она была очень хороша собой Сейчас ее тело изувечено А сама она растеряна И напугана Как и все остальные маги Прямо перед тобой Повляется молодая женщина В одеждах Инквизитора Ты уже готов броситься на нее Когда видишь Протянув руку Она сама помогает Спуститься с костра Спасенной девушки Кажется Инквизитор Просит у нее прощения Может быть ты ослышался Женщина переводит взгляд на тебя Жанна, спасибо Ты выталкиваешь магов в толпу Кричишь каждому Нужно бежать в разные стороны Уходишь за пределы Этерны Как можно быстрее и дальше Маги растворяются В толпе людей с ошейниками Остается только надеяться Что они найдут выход Ты же отчаянно Пытаешься протиснуться к Софье Хватив ее за руку Ты кричишь что маги свободны И утаскиваешь ее от этой бойни Вы бежите прочь пока Шум на площади окончательно не стихает Все бранд Разделяемся Мы слишком подозрительно выглядим И пора снять ошейники Они уже ни к чему Нужно залечь на дно Хотя бы на несколько дней Не возвращайся пока в штаб Наверняка по всему городу будут обыски Многих арестуют Но дело того стоило Хорошо что все закончилось быстро Ты киваешь и готовишься броситься прочь Но Софья вдруг хватает тебя за руку И разворачивает к себе Это ты? Ты их всех освободил Ты киваешь Возгляде Софьи восхищение Ты находишь ближайший клоповник Где сдают грязные коморки Не спрашивай откуда ты пришел Расплачиваешься сразу за несколько дней Радуясь что догадался Не оставлять деньги в доме безудельных Поднимаешься в комнату И в изнеможении падаешь на кровать От безудельных нет никаких вестей Будто ничего и не было Лишь спустя три недели Ты приходишь на площадь святого Игнатия На брусчатке копоть следы запекшейся крови В кустах неподалеку валяются Чьи-то сорванные ошейники Наше дело правое Максимальное отношение Софьи Тайные планы главарь Марш в защиту магов Прошедший по улицам столицы Закончился хаосом и побоищем Ты не допускаешь расправы Над загадочной певичкой Известной под прозвищем Золотой голосок Тридцать седьмой год, девятнадцать лет Богатый был занят своими делами В Этерне случилось два громких события Первое императорским указом Корнелий Темпес был снят с должности великого канцлера И выслан в свою провинцию На его место назначен Герий Монрок Герцог Монии Тот самый, что пытался силой закрыть университет Самый могущественный феодал в империи Наконец убедил императора, что его брат Корнелий Дает слишком много свобод Престолюдинам Ну я выбрал ответ Вот тот, который У меня это Что там не тайные планы Что там не манипуляция Ну короче просто выбрал тот Который я бы в реальности выбрал А не ради прокачки Но я думаю Все равно Там же еще мне есть куда прокачивать Эти всякие планы и так далее Так что это имеет смысл Наверное Там потом будут какие-нибудь испытания Типа по двадцатке там и так далее В уровне не будет требоваться Так что я думаю все не зря Ну не удивительно Что этого темпеста Который был за простолюдинов За все общеравенство Что ему раньше вообще не дали Пинка Или его там не траванули Или не замачивали Свои же эти Курс империи Теперь развернется в другую сторону А, да Этого же назначили придурка Блин Как его там Мангро Или как там Мангро, блин Многие опасаются Что новый великий канцлер Уничтожит Общеимперский свод законов И прочие достижения Корнелия Ходят случаи Что новый великий канцлер Готовится отменить право Простого сословия Заслужить дворянство мантия Ну это мне только на руку Наверное Люди как бы Будут это Вторая новость Гай Темпест Второй брат императора Утро Второго Назначен наместником Твоей родной магрой Должность наместника Всегда отдается Герцогу провинции Кому как неверховному Феодалу провинции Следует проводить жизнь В жизнь Поведение Повеление императора Но теперь Эта вековая традиция Нарушена Неудивительно Что герцог Тарквини Миланд В ярости от произошедшего Гай Темпест Был главным соратником Соратником своего брата Бывшего великого канцлера Корнелия В предваре считают Что новое назначение Не более чем уловка Старой арктистской знати Чтобы убрать Гая Темпест Топадаешь от императорского двора Вслед за Корнелием А пока Гай Темпест И Тарквини Миланит Будут грызть друг другу глотки За власть в провинции Это ослабит положение обоих Ясно одно На родине в магре Грядут большие перемены Тянутся недели, месяцы От безудельных ни одной весточки Тебе приходится искать Мелкие заработки Чтобы протянуть дальше Сколько еще ждать Чем больше проходит времени Тем меньше надежды На возрождение общества У тебя остается Воспоминания о потерях На площади Святого Игнатия Отзываются болью Что случилось с остальными Многим ли удалось спастись И главное Что стало с Софьей День идет за днем Вестей нет Ты ходишь по одним И тем же городским улицам Оглядывая стены и окна В тревожном ожидании Условного знака Или знакомого лица И однажды ты наконец видишь Что вдова Майер Вывесила на окне своего дома Желтое полотно Значит этим вечером Подвал Пришло не так много людей И ты вглядываешься в каждого Да, безудельных стало меньше Кто-то не решился прийти Кто-то погиб там На площади Напротив всех Словно на сцене С трубкой в руке Сидит Софья Золотой луч Закатного солнца Пробиваясь через подвальное окон Сыграет в ее волосах Кто-то садится на скамьи Кто-то прислоняется к стене Ты подходишь к привычному месту В первом ряду Почти по центру Гомон и шквал вопросов Почему так долго не было собрания Где была Софья все это время Что дальше Софья поднимается И смотрит прямо на тебя В ее глазах переливается свет Я прошу вас о последнем одолжении Пожалуйста, для вашего же блага Не делайте глупостей Солнечные зайчики Деляются от Софьи И проносятся по всему залу Обдавая собравшихся Липким теплом Твои вики тяжелеют Осознание становится Спутанным и неповоротливым Ты всеми силами Пытаешься собраться с мыслями И устоять на ватных ногах Люди на передних рядах Роняют головы И сползают на пол С задних рядов Слышатся недоумевающие голоса Никто не понимает Что происходит Тяжелые шаги В подвал входят вооруженные люди В черных доспехах Бля, я не верю Она что, сдала всех? Это бред какой-то Что, ее завербовал тут Чтобы выявить недовольных И их сдать? Стоящие у дверей безудельные Выхватывают оружие Их убивают на месте Быстро и просто Чей-то стальной голос Гремит в воздухе Именем императора Уттера Второго Вы все арестованы А, нет Это, наверное Странно Подожди Я думал, это она зачаровала Или это не она Что вообще за херня? Сердце бешено колотится Но вырвать себя Из солнечной дремоты Не получается Ты можешь лишь наблюдать Как погибает Ваше дружное братство Все это Походит на кошмарный сон Кто-то бросается К подвальным окнам Другие падают на колени И безропотно сдаются Третий Замирают в растерянности То, что еще недавно Было едино Морушится У тебя на глазах Твои недавние друзья И соратники Становятся на колени Тех, что не склонились Валят на пол Удары мечей Блеск стали Крики Над всем Гремит безжалостный голос Вдавайтесь Или будете казнены Софья больше не светится Веки покраснели Она пытается держаться Спокойно Но ты видишь Как дрожит ее подбородок Вы встречаетесь взглядами Она отводит глаза Софья? Но как? Почему? Все заканчивается Так же быстро Как и началось Большая часть арестована Кто-то убит Те, кто был скован Чарами Софьи Связывают и сажают У стены Пиздец Ты знаешь Большая часть Из вас предпочла бы Умереть с оружием в руках Так и случилось бы Если бы не сила Лишившая вас Чувств и возможности Двигаться У вас отняли Возможность Смема определить Свою судьбу Рвавшиеся люди Хорошо подготовлены И вооружены Но ты не видишь На них отличительных знаков Ни легиона Ни префектуры Ни инквизиции Твои худшие опасения Подтверждаются Это люди Тайной канцелярии Пиздец какой-то Я, конечно, понимаю Что потом объяснится Но просто мне интересно Выстроить предположение Может быть Она, короче Ее пытал Вот тот, у которого Она жила Аристократ Она, короче Родила И все это время Никто не знал Где она живет И она, типа У нее был ребенок И вот за это время Ее ребенка взяли в заложники И заставили ее, типа Сдать этот Сдать тайное сообщество Это первая версия Вторая версия Что она изначально Типа Как это Культивировала Вокруг себя Именно недовольных Пиздец Магия опутывает Твое тело Не давая даже Пошевелиться Ты, твои братья Безудельные Пойманы в ловушку Надежды на спасение нет Глаза самими С собой закрываются Ты собираешься уволю Чтобы не провалиться В темноту Твоих сил могло бы Хватить на отчаянную попытку Вырваться из чарж Софьи хотя бы на миг Но стоит ли сопротивляться И ради чего Сопротивляться Софья Запас сил Красноречия Доблесть Отвлечь внимание Тайные планы Запас сил Ты вырываешься И отвлекаешь людей Тайной канцелярии Чтобы кто-то из безудельных Сумел сбежать Сдаться Доблесть Красноречия А тут запас сил Минус Отвлечь внимание Ну что там сопротивляться Они погибнут Их там уже перерезали Но я все силы потрачу Ну давай отвлечь внимание Наверное Я не знаю Или доблесть И красноречия Жопа какая-то Давайте доблесть И красноречие Запротивляться Софья Блин Я не знаю Зараза Давайте доблесть И красноречия Блин Нет Зараза Ладно Мы не знаем Что происходит Давайте отвлечь внимание Как бы не хотелось Ей по мордасам Дать ногой Жав зубы Да скрежет А ты пытаешься Подняться От неимоверного усилий С твоей груди Вывается крик Но ты сбрасываешь С себя в опутывающие чары И скакиваешь с места Твой рыбок Заставит врасплох И Софью И воинов Тайной канцелярии Ты пользуешься моментом И сбиваешь ног Стоящего двери Человека в доспехах Следом ты бросаешься К масляному фонарю На стене И со всей силы Швыряешь его На дощатый пол По маслу Быстро расползается Волна огня Тебя валит на земь Сразу несколько людей В черных доспехах Теперь уже не магия А тяжелые спаги воинов Прижимают тебя к земле Вокруг раздаются крики Эй стоять Хватай их Пока ты поднимал Беспорядок Несколько безудельных Торжцы умели Сбросить с себя чарой И сбежать Через окна и двери Властный голос командира Пересекает панику Пусть бегут они никто Если прикажут Разыщем их позже Вязать оставшихся Тебя скручивают Запястье стягивают До боли Пальцы немеют Бьют под дых Чтобы даже не вздумал Снова дернуться Над тобой склоняется Софья Она шепчет Едва слышно Голос ясно раздается У тебя в голове Бранте Ты сделал все что мог Больше не сопротивляйся Только так я могу Сохранить тебе жизнь Тебя вместе с остальными Безудельными Вытаскивают на улицу Бросают в закрытый фургон Вскоре фургон Покачиваясь Трогается с места Вас куда-то везут Общество безудельных Попало под удар Тайной канцелярии Многие заговорщики Были схвачены Это считается Она уничтожена Или нет Или просто по нему удар Отсчитывать время Получается только Благодаря корошечному окошку Под самым потолком День сменяет ночь Затем новый день Ты сидишь в камере Несколько месяцев Пять шагов в лену Два в ширину В первое время Стены давили Она ко всему Можно привыкнуть Кормят два раза в день На вопросы не отвечают Если кричать слишком громко Лишают еды Ты представляешь лица родных Когда им сообщат Что ты был казнен За участие в подпольной борьбе Матушка умрет от горя Такие смерти бывают Только истинными Отец посидеет еще сильнее Глория заплачет Стефан будет в ярости А Натан станет еще более одиноким София Как она могла Она называла нас безудельных Своей семьей Объясняла Как важно освобождать Ни в чем не повинных магов Как важно поддержать Патриарха Юния И новую веру И после всех этих слов София смотрела Как ее с подвижников Спарывают клинками Арестовывают Как рушится жизнь И как погибает все Что они создавали вместе Все эти годы Ты в ярости бьешь по камню Разбивая костяшки в кровь Стемнело Замок на двери Твоей камеры скрипит Дверь отворяется Тебя опять берут под руки Но ты не сопротивляешься Устал Не видишь смысла Тебя ведут в комнату Для допросов И усаживают напротив Мужчины в строгом суртюке Бледное лицо С резкими чертами Черные пышные усы Аристократ продолжает Изучать тебя С таким презрением На тебя не смотрел Даже дед Руки В перчатках на груди Серебряный жетон С изображением Колеса к столу Прислены на трость За его спиной Опустив голову Стоит София Это у нее кровь Здесь нарисована Разбитая губа Или что Я не пойму Я барон Филиппе Эльфера Советник тайной канцелярии Но я не люблю титулов Зовите меня просто Господин Филиппе Я знаю о тебе все Молодой Бранд Ты отец и дед Верные слуги империи Брат уже дворянин по рождению Что же произошло с твоей жизнью Как ты докатился до такого Советник тайной канцелярии С наигранной улыбкой Качает головой Ты как будто сидишь Перед строгим учителем Но ситуация явно не детская И розгами не отделаться Вы юнцы Даже не представляете Что творите Даже не ведаете Что творите Открыто выступаете Против церкви и ее учений Призываете к нарушению закона По приказу патриарха Юния Диаманта Устраиваете погромы в столице Нападаете на священников Освобождаете опасных магов Отступников Приговоренных казня Так Софья Да господин Брант И все было именно так Как вы говорите По телу пробегает Липкая дрожь К приказу патриарха Юния Это же не правда Все было не так Ты переводишь взгляд Софья Она смотрит на тебя Она не смотрит на тебя На барона Эльфера Смотрит видимо Тут ласково Почти поотически Улыбается тебе Но взгляд его Остается таким же беспощадным Ты в ловушке Теперь правдой будет то Что скажет этот человек А тебе никто не поверит Хотел бы я быть таким Как ты Брант Мальчишкой Который считает Что может в одиночку Изменить империю Может она и есть Внедренная в тайную канцелярию И там какая-то такая Была патовая ситуация Типа что Это общество уже раскрыли По-любому И типа по-любому Их бы там Как бы это самое А она и была Вот тем чуваком Которая Например того ученого Спасла и прочее А кто-то другой Этих сдал И просто она Ничего не могла сделать Ей еще и поручили Типа их очаровать Или типа того Не знаю Хотел бы я быть таким Как ты Брант И мальчишкой Который считает Что может в одиночку Изменить империю Но я не так наивен Иначе сам бы сидел Сейчас на твоем месте А ты имел бы дело С человеком гораздо хуже меня Меня тоже много не устраивает Но мои цели куда яснее Вашего юношеского бунтарства Я хочу спасти империю От таких как вы Противников традиций Законов И уклада данного нам Смеми богами От глупцов Желающих дать свободу магам От сторонников Новой веры Разрушающих церковь Даже если их вождь Патриарх И Аркан Из древнего рода Мало кто знает О моих методах Но от того Они действенны Благодаря Софии И ее тайным обществу Мы уже собрали Вместе опасных бутонщиков И расправились с ними Следом мы избавимся И от еретика Юния Диаманта Но это уже Не твоего дела А вот что касается Твоей судьбе Блин Реально она выявляет Этих недожеств Походу Филиппа достает Папку с бумагами И кладет ее перед тобой На ней выведено Твое имя Ты дрожащими руками Листаешь страницы Твое проникновение В осажденный университет Твое участие В вербовке безудельных Твои статьи в газету Советы Которые ты давал Софии Подготовка марша ошейников На этих страницах Вся твоя жизнь Последних трех лет Только из участия В собраниях безудельных Тебя можно пригореть к казни Но присутствие на собраниях Меньше из того Что ты сделал Внутренности сводят Бранте Не думай Что положение Твоего отца Тебе поможет Это не так Он всего лишь судья Во втором поколении Дворян Мантии Мне достаточно Черкнуть пару слов Чтоб пригореть Тебе к истинной смерти А потом твоего отца И всю твою Странную семейку Заодно Как ты считаешь Если у меня Хоть одна причина Этого не делать Господин Филиппо Я София Удар резкий Внезапный София сгибается Хватает за живот И глотая ртом воздух Филиппо медленно Не сводя с тебя глаз Разгибает руку К тростью Я не припомню Чтобы позволял тебе Открыть рот Хорошо Теперь я позволяю Говори София восстанавливает Дыхание Опирается на стену И впервые за время Допроса смотрит на тебя Господин Филиппо Брант Ты вырос в Анизонте Как и я Он не глупо Проявил себя Еще с первых Дней среди безудельных Я описал это Еще в своем рапорте Он мог бы послужить Вашему делу в магре Ты не поднимаешь Глаз на Софью Ты здесь не из-за Ее предательства А Нет Ты не поднимаешь Глаз на Софью Ты здесь из-за Ее предательства Но сейчас она Рискует с собой Чтобы спасти тебе жизнь Филиппо Поглаживает подбородок Внимательно следя за твоими глазами Проявил себя Говоришь Тогда пусть проявят себя И передо мной Брант Из этой камеры Дорога у тебя есть Либо на виселицу Либо в мои верные слуги Благодари свою подругу Детство Из-за нее Я даю тебе один И только один шанс Доказать мне Что ты пригодишься Тайной канцелярии Действуй Доказать пользу Ты показываешь Господину Филиппо Что разбираешься В его тайных планах И способен воплощать их Выдать оставшихся Безудельных Разгром безудельных Софья Минус 2 То есть она все-таки Не хочет выдать Так что Может реально У нее ребенка какого-то Он держит в заложниках Это уже разгром Отказаться от работы На тайную канцелярию Истинная смерть Все То есть это конец игры Сейчас будет Ну ладно Доказать пользу Тайные планы Как раз мне нужны были Ты собираешься с мыслями Тебе нужно спастись Доказать свою ценность Для тайной канцелярии Другого выхода Из этой темницы нет Ты должен доказать Господину Советнику Что ты не просто Один из недовольных Простолюдинов Ты способен понимать Тонкие замыслы Филиппа И играть в них Нужную роль Ты начинаешь говорить Филиппа И внимательно следит За каждым твоим словом Выходит план Господина Советника Состоял в следующем С помощью Софьи И под покровительством Тайной канцелярии Создать столицы Общества безудельных В которые следовало Заманить как можно больше Молодых простолюдинов Недовольных и готовых действовать Начать с мирных выступлений В защиту магов А затем подтолкнуть К погрому на площади И попытки силы Освободить пленных Но безудельные Их марш ошейников Заключаешь ты Были лишь разменные монеты Чтобы поставить Под удар патриарха Юния Диаманта Известного защитника магов Все что хотел Господин Филиппа Связать с мятежом Высокородного И могущественного Вождя Новой Веры Господин Филипп Неожиданно расплываются Довольные улыбки Ты и правда не глуп Брант И уж не знаю К чему тебя готовил отец Но слуга тайной канцелярии Из тебя выйдет отличный Ты знаешь на что Обращать внимание Ты прав Безудельные уже сыграли свою роль Мы скоро разыщем И избавимся От последних Из вашего сброда Читаю что ты меня впечатлил Но если ты меня разочаруешь Тебе же хуже Слушай и запоминай Отныне ты мой тайный слуга В этом если угодно Теперь твой единственный удел Подчиняешься мне И только мне Не смей никому даже пикнуть Что работаешь на тайную канцелярию Вы вместе с Софией Поедете домой в Унизоте Там ты всем скажешь Что заработал в столице денег Нашел богатых друзей Придумаешь что-нибудь правдоподобное Раз уж ты такой изворотливый Откроешь свою типографию Много времени на нее не трать Это для прикрытия Чтобы люди знали Что ты чем-то занят Туда к тебе будут приходить люди С заданиями от меня У меня большие планы В вашей пустынной провинции Каждое мое поручение Должно быть немедленно исполнено Помни что за каждый твой промах Или попытку меня обмануть Ответишь не только ты Но и твоя семья Держи это Держи это тебе на открытие типографии Вернешься домой Не с пустыми руками Филиппе усмыхаясь Бросает увесистый мешок Прямо на стулу твоих ног Звук падения Не оставляет сомнений Золото Не дожидаясь твоего ответа Филиппа поворачивается и выходит Вы встретитесь наедине с Софией Наконец она позволяет своим чувствам Вырваться наружу Даже не смей обвинять меня в предательстве Думаешь мне было легко видеть Как режут моих собратьев Но если бы не я То не спасся бы никто Да я сковал от тебя И всех кого смогла своей силой Чтобы вы не сопротивлялись И не погибли там Я надеялась что многих смогу вытащить Но смогла только тебя Теперь Филиппе расправится С остальными безудельными Но мы с тобой уже ничего не сможем Для них сделать Нам придется жить на цепи Филиппе Ни тебе ни мне от него не скрыться Если я не буду делать то что мне приказывают На меня на цепи это шейник Отправят обратно в дом смирения Где я буду их послушной куклой Но мы будем держаться вместе И мы справимся Не теряя надежды Ваш разговор прорывает Вошедший надзиратель Тебя выводят из тюрьмы во двор С непривычки Ты жмуришься от света солнца И сияющего столпа Карета отвозит тебя обратно В тот клоповник Где ты прятался после марша шейников Кучер вежливо сообщает Что через три дня Ему поручено везти тебя Домой в Анизотте Как во сне ты начинаешь собирать вещи Все будет именно так Как сказал Филипп Бежать некуда Если ты скроешься Тебя найдут А еще раньше доберутся до твоей семьи Жизнь в блаженной Аркнийской империи Не начнешь с чистого листа Близнецы и тайная канцелярия Видят все А если у нее Блин Типа нахера она тогда шла На что она рассчитывала Блин Если не была готова действовать до конца Блин Нахер ты тогда идешь В эти революционеры А если ей вот угрожали Ее этой семьей дурацкой Ее семья вообще продала ее В рабство Блин С младенчества Какому-то этому садисту Там Аркницу Или какого там И потом когда она бежала Семья ее выдала Короче это вообще бред Если она чтобы семью спасти Нахер такую семью Ну там наверное А постепенно все это Как бы станет Месть тюремной жизни Наконец позади Сможешь ли ты сказать себе Что теперь ты на свободе Скоро ты вернешься домой Блин я надеюсь Вот ему как-то Вспороть можно будет Отныне ты служишь Тайной канцелярией Твоя жизнь и судьба В руках советника Филиппа Эль Ферро Незадолго до отъезда Ты слышишь на улице Новость Юнию Диаманту Патриарху Астине И одному из вождей Новой веры Грозит церковный трибунал Орден инквизиции Обвиняет патриарха Юния В покровительстве Богомерзким магам И распространении Еретических учений Священный трибунал Утверждает Юний Диамант Замыслял снять Со всех магов Ошейники Что сковывает Их проклятую силу По приказу патриарха В столице было создано Опасное общество безудельных Смутьяны нападали На представителей церкви И инквизиторов Освобождали магов Приговоренных к сожжению И помогали им скрыться Патриарх должен явиться Ветерну И предстать перед Священным трибуналом Орден инквизиции Это шокирующее обвинение Назначает конец Для Юния Диамант И сокрушительный дар Посторонникам новой веры Инквизиция не упустит Возможности избавиться От неугодного патриарха Расшатывающего Основу истинной веры Внезапный ответ Патриарха Юния Поразил империю Чуть ли не больше Чем выдвинутые Против него обвинения Все эти слова ложь Я скажу это каждому Кто готов предъявить Их мне лично Но я хочу Чтобы эти лицемеры Были готовы ответить За свои слова передо мной Перед моей паствой Перед родом диамантов И перед орденом Святых воителей Я предстану перед Священным трибуналом Но произойдет это На моей земле И на моих условиях Патриарха Юния Горячо поддержал Патриарха Лука И многие священники Аркнии Вслед за ними На защиту Юния Диаманта Поднялись Приходы Новой Веры По всей империи Церковный раскол Уже готов разорвать Церковь Бразнецов на части Ну естественно Если бы он приехал сюда Его просто казнили Блин и все Или посадили бы Из-за угрозы раскола Инквизиции Приходится отозвать Свои обвинения Трибунал против Патриарха Юния Был признан ошибкой А Инквизиция объявила Что впредь будет Более осторожно В делах против сторонников Новой Веры Одно только следование Учения у Патриарха Фомы Еще не может быть Основанием для обвинения В ересе Трибунал на Патриархам Юниям Не состоялся Но раскол в церкви Усугубляется Сторонники Новой Веры Открыто бросили вызов Учению Старой Веры Мнения о произошедшем Разнятся Кто-то считает Что Юний Диамант Подтвердил свою вину Другие верят Патриарху И отрицают все обвинения В мятеже против церкви Инквизиции А кое-кто утверждает Что все это подозрительно Похоже на темные дела Капитальной Канцелярии Так или иначе Один из предводителей Новой Веры Патриарх Астиний Юний Диамант Продолжает занимать свой пост Надолго ли? Каким будет следующий шаг В противостоянии Старой и Новой Веры? Прощение со столицей Место слияния Реглаты и Талрины Ты не часто бывал За городскими стенами Все эти годы Ветер обдумает лицо Яркое полуденное солнце Повисло над серебристой Полоской сияющего столпа Твое пребывание в Этерне Подошло к концу Ты приехал сюда мальчишкой Тебя вели и ожидания родных И намерения взять жизнь Своей руки Но ты был полон Надежд и стремлений Во что обратились Твои юношеские стремления? Этерна так или не стала Для тебя домом Это было место Потрясений и разочарований Ты попытался вмешаться В ход истории Но оказался отброшен в сторону И сломлен Ты был слишком юн И неопытен Вся твоя судьба Переломана одним решением Какое у тебя теперь Может быть будущее? Ты покидаешь Этерну Похоронив в ней свои надежды Кулаки невольно сжимаются Ты вынужден будешь Вести двойную жизнь Притворяться владельцем типографии И выполнять распоряжение Тайной канцелярии Это единственное Что тебе оставила судьба Матушка всегда говорила Что сила простолюдина В смирении и усердной работе Чем чаще принимаешь удары Тем меньше боли И тем проще вставать Главное не сворачивать С принятого пути Не позволять себе слабость Но ты Не был покорным Ты не был покорным Все это время Ты осваивал другую науку Ты учился изворачиваться Манипулировать Выживать Скрываться Действовать Тайно У тебя был отличный учитель Софья Ей нет в этом равных Но что делать теперь Принять волю Принять свою роль В замыслах Тайной канцелярии Ведь подчиняясь ей Ты тоже будешь действовать На благо империи Или у тебя хватит сил Найти иной выход Поставив свое новое положение На службу собственным планам Дома наверняка Многое изменилось С особой теплотой Ты вспоминаешь Глорию Ее бесконечные бунты Стремление к недоступному Ей уделу С техосложению Она всегда боролась За то чтобы быть собой Вопреки чужой воле И законам Глория единственная Кто поддержал тебя Во всем разделить с ней радость возвращения Нужно что-то обязательно Ей привезти из столицы Пока еще есть время Нужно выбрать подарок сестре Ты решаешь купить ей книгу Которую она не смогла бы найти В лавках Анизотти Ты обходишь рынок После пяти лавок Ты почти отчаявший Отчаявший Блин Уже охренел Отчаяваешься Найти подходящую книгу Ты обещаешь себе Вот последняя И в ней ты что-то купишь Неприметная вывеска В неприметном доме Темная комната С книжными стеллажами На одной из книжных полок Тебе попадается Маленькая книжечка В черной кожаной обложке На ней золоченное тиснение С именем автора Чар Меланит Ты с любопытством Открываешь книгу Удивительно Но это не история О восстании Мятежного герцога Магра И даже не научный труд О его наследии Это его стихи Пробежавшись глазами По строкам Ты понимаешь Что эта книга Придется Глории по душе В стихах Чар Меланит Пишет о любви О борьбе о силе духа И воле продолжать битву Даже без шансов на победу Ты уходишь Заплатив за книгу Сущую мелочь На следующее утро Ты уезжаешь на родину Тебя ждет экипаж Нанятый для тебя Тайной канцелярией Этерна медленно исчезает На горизонте Город в котором Ты провел целых 4 года Ты не знаешь Увидишь ли ты столицу Когда нибудь еще Рука сжимает книгу Подарок для Глории После 4 лет столицы Ты возвращаешься В родной Анизотти Взрослая жизнь Достижения Твои юные годы Подошли к концу Настало время Покинуть столицу И вернуться в родной город Анизотти Тя ждет семья И твое новое дело Годы вне дома Вышли бурными Нелегкими На себе Ты несешь тяжелый груз Первых взрослых решений Мог ли ты выбрать Другой путь Другое дело и сословие Или все твои поступки Еще с детства И отрочество Вели тебя именно По этой дороге Так или иначе Останется только шагать вперед 20 лет это мир Я вернулся из столицы другим человеком Я вступил во взрослую жизнь Но и мой город Уже не был прежним Меня ждали бурные И тяжелые времена За окном экипажа проплывают Земли провинции Магра Пустые и сушные древней магией Еще пара часов пути И ты прибудешь домой В Анизотти В Карете душно Ты отвык от такой жары Плотно закрытые занавески Не помогают Но жара напоминает О детских годах Скоро ты снова увидишь родных Как они встретят тебя Примут ли они тебя обратно Пустят ли на порог После того как ты Предал их доверение Оправдал ожидания Ты на родине Ты возвращаешься домой Ты уже не тот мальчик Что уезжал в столицу По этой дороге 4 года назад Но кто ты Мятежник, заговорщик Или агент тайной канцелярии Какое будущее тебя ждет Сможешь ли ты вернуть себе свободу Сумеешь ли спасти то Что тебе по-настоящему дорого В тревожном ожидании Своей новой жизни И новой судьбы Ты перечитываешь письмо Софье Брант Ты рада Что ты не стал делать глупости И воспользовался шансом на спасение Что тебе выпал Я отправляюсь в унизоте Недели позже Не стоит нам привлекать лишнее внимание И возвращаться в одно время Лучше чтобы о нашей связи Первое время никто не знал Позже придумаем Как оправдать частые встречи Вернись домой И наладь отношения с родными Не привлекай внимания Старайся вести тихую жизнь Не съезжай из своего старого дома Когда придет время Я сама тебя найду Расскажи всем Что хочешь открыть типографию Подыщи для нее тихое место Вдали от любопытных глаз Это здание Стань штабом нашего нового подполья Детали нашего здания Расскажу при встрече На этом все Важнейшее событие Которым закончится эта глава Произойдет только одно из них Ты предотвращаешь восстание В анизоте Становишься приближенными Господина Филиппе Да пошел он нахуй Вольный город Последняя капля Вместе с Майером Эггмантом Поднимает простой народ На борьбу за свои права Вот это очень круто О шпионская сеть Больше либо равна шести У меня вроде уже выполнено Волнение Так Майер Эггмант с Голор Я что-то еще не помню Кто это Может в процессе Можно быть Хозяина не зодь Ты помогаешь Бургоместру Вернуть власть над Гордоном В обмен на свободу От тайной канцелярии Майер Эггмант Тогда в опасности Будет Интересно Бунт последней капли Последняя капля Сбрасывает цепь И поднимает Настоящий бунт Против властей Вот Волнение Софья Близость Так у меня не близость Софьи Но может в процессе Филиппе Эль Ферра Верность Условия Блин То есть надо Волнение Поднимать И Софьи Близность Вот это лучше Прощайте Советник Самый сил Филиппа Исполняется Ты наконец Получаешь свободу Нахер его Свободный человек Семья Или Бранте Достаточно Влиятельно Чтобы защитить Огневого Господина Филиппа Приближенная Наместника Нет Истинная смерть Приняли Истинную смерть Важнейшие события С семьей Бранте Которым может Закончить Это глава Дворянство Меча Род Бранте Получает Наследственный титул Дворян Меча Он будет Передаваться Потомками Всех дворян Настоящих Валимилию Бранте Приближенная Наместника А это все В процессе Можно Наследник Рода Ты занимаешь Место Наследника Рода Бранте Вместо Старшего Брата Стефана Это он Типа Умереть Должен Или Нет Вроде Род Бранте Получает Наследственный Титул Дворян Меча Также Заслуживает Особое Положение Предваренно Местника Гая Темпеста То есть Это вообще Типа Супер Круто Наследник Рода Это Ну просто Типа Семья Распалась Семья Бранте Перестает Существовать События Семьи Семьи Бранте Которые Могут Произойти А Богатый Род Зажиточная Мать Выздоровела Глория Из рода Бранте Это Можно Ее Принять В семью Клеймо Позора Доброе Мир Семье Но Это Единство Должно Быть Больше Семьи Больше Семьи Разорение Семьи Славный Род Семья Заслуживает Славу Благороднейшего Из молодых Дворьянских Родов Анизотти Так Поступки Которые Ты можешь Совершить Здесь Доходное Дело Богатство Ты Сладаешь Деньги В типографии Теперь У нас Служит Более Надежным Прикрытием А также Рано Или Поздно Принесет Доход Арсенал Ты готов В нужный Момент Вооружить Целый Отряд Бойцов Тайный План Тайник С порохом Присвоить Оружие Это Очень Круто Порох В руках Софи Софи Получает Доступ К твоему Складу С порохом Волнение Тайник С порохом Отдать Порох Софи Да Хер Тебе Тайник С порохом Ты получаешь В распространении Большой Запас Раздел Дело Теперь Доступен Тридцать Восьмой Год Ну что В следующем Прохождении Лайки Подписки Коменты